Все нормально? Да, здравствуйте, в Владивостоке. Все готово. И корреспонденты уже на месте. У нас вечер. Но, тем не менее, все полны жизненной энергии, бодрости, духа и готовы принять участие в общении с главой государства. Спасибо. Сила вам потребуется. Несмотря на то, что у вас вечер, вы знаете, что мероприятие это длительное и очень насыщенное по содержанию. Так, дальше Новосибирск. Да, Новосибирск слышит вас вашему премьеру по следу. Я тоже на расстоянии нахожусь от коллег, без маски поработаю. У нас тоже вечер, 4 часа разницы с Москвой, но суровые журналисты сибирские не так суровы, поэтому попросим, чтобы почаще вы включали нас в Сибирь и обращались к нам, сибирякам. Отлично. Екатеринбург. Да, Дмитрий Сергеевич, уральский привет. Буду вашими глазами в Екатеринбурге, поэтому давайте покажу вам наш светлый уютный зал, где собрались журналисты Уральского федерального округа. Вот они, яркие, со своими плакатами, готовы задавать любые вопросы, ну а мы готовы их показать, так что не забывайте, пожалуйста, давать нам слово. Спасибо, спасибо. Нижний, Нижний Новгород. Да, добрый день, Дмитрий Сергеевич. Ну, раз уже все коллеги разоблачились, все мы тоже находимся на безопасной дистанции, все готовы уже задавать вопросы, держат плакаты в руках, поэтому вот ждем только включения. Хорошо. Ростов-на-Дону. Здравствуйте, ну все, маски сброшены, мы в Ростове-на-Дону, Южный федеральный округ, его называют здравницей и житницей страны, но, честно признаюсь, не согреться, не отдохнуть нам пока не удалось, мы с нетерпением ждем начала пресс-конференции. А у вас Дон вернулся на свое место? Дон? Дон? Там что-то с уровнем воды что-то было? Хорошо. Так, Санкт-Петербург. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте, тоже снимаю маску. У нас произошла такая курьезная ситуация, я готовилась, распечатала фотографии всех журналистов, мне хотелось всех знать в лицо, а они пришли в масках. То есть даже мы, журналисты, работающие в пандемию, никак не можем приспособиться к этим реальностям. Но, конечно, все равно сегодня будем соблюдать все меры безопасности, тем более у нас такой прекрасный, просторный зал, мы можем соблюдать социальную дистанцию. Прекрасно, посмотрите, пожалуйста. Отлично. Да, я пользуюсь случаем, хочу напомнить тем, кто в одноразовых масках, не забывайте, пожалуйста, их менять каждый час или каждые полтора часа, мы будем вам напоминать. Ставрополь. Да, Ставрополь на связи, тоже последую примеру своих коллег. Сниму маску, поскольку я нахожусь немного в отдалении. Отлично мы вас видим и слышим, надеюсь, тоже вы нас слышите и видите. Правда, в отличие от наших, от большинства коллег, мы не можем похвастаться, что находимся в столице федерального округа, поскольку для Северного Кавказа это город Пятигорск, но эта формальность нам нисколько не мешает. Ставрополь тоже город замечательный, как видите, гостеприимный. Зал наш, может быть, не очень большой, зато уютный и полон. Вот, как видите, журналисты готовы. Ждем начало с таким же нетерпением, как и наши коллеги в других городах. Хорошо. Тула, Центральный федеральный округ. Добрый день, Москва. Добрый день, коллеги. Мы находимся в Туле, в самом центре этого старинного русского города, по адресу Центральный переулок, дом 18. Здесь у нас журналисты Центрального федерального округа, в которые входят 18 регионов нашей страны. Вот такая сплошная нумерология. Но, тем не менее, это не специально, не нарочно. Мы готовы задавать вопросы, накопилась их масса. Надеемся побольше быть в эфире. Спасибо большое. Ну и, наконец, наверное, уже нужно включить Нового Огарева. И будем ждать. Покажите нам Нового Огарева, пожалуйста. Ждем президента. Всем спасибо. Еще раз рад вас всех видеть. Будем ориентироваться часа трех до четырех часов. Хотя, конечно, в таком режиме, в режиме видеоконференции, работает тяжелее. Поэтому будем смотреть по ходу. Пока у нас еще есть секунда. Покажите, пожалуйста, колл-центр. Колл-центр мы забыли. Очень важно. Потому что именно в колл-центре обрабатываются вопросы граждан. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. У нас работа кипит. Продолжают поступать вопросы. Их обрабатывают волонтеры Общероссийского народного фронта. Спасибо огромное. Ждем президента. Давайте. Нового Огарева. С президентом в Ново-Огаревой работают журналисты кремлевского пула. Они будут иметь привилегию там непосредственно напрямую задавать вопросы. С президентом в Ново-Огаревой работают журналисты кремлевского пула. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Дальневосточного здесь присутствует 50 корреспондентов. Вот видите, насколько они активны. У каждого из них своя сложившаяся аудитория и свои вопросы главе государства. Я предлагаю начать. И, кажется, у нас уже есть люди, которые действительно должны сказать. Но, Дмитрий Сергеевич, наверное, Вы выберете, кто из них скажет, кто будет первым. Покажите мне, пожалуйста, зал. Кто-то. Нету. Магадан там был? Магадан. Да, вот девушка в синем. Вот. Давайте. Здравствуйте. ГТРК Магадан. Людмила Чербакова меня зовут. Но я, прежде всего, хочу поприветствовать и вас, Владимир Владимирович, и всех зрителей, присутствующих от всего Дальнего Востока и от Магаданской области. В частности, вопрос у меня такой. Ну, то, что год был непростой, мы все и так прекрасно знаем, и даже сложно дать ему определение. Но все-таки год был плохой или было что-то и хорошее, на Ваш взгляд? Ну, год был… Что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая. Погода, она и есть погода. Вот. Так и год. И плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит и которая всех нас беспокоит. Это пандемия коронавирусной инфекции. Но это характерно не только для нас, не только для России, для всего мира. Мы это хорошо знаем. Уже свыше 70 миллионов человек уже столкнулись с ней по данным ВОЗ. Значит, и эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок, все, что с этим связано. Это значит сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть. Но в то же время я бы хотел вот на что обратить внимание. Во-первых, я сейчас цифрами это постараюсь подкрепить. При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем моря, мы, безусловно, будем сегодня говорить об этом, мы ради этого и собрались. Проблем моря. И всё-таки море – это океан, он везде, по всему миру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. И отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения. Смотрите, я воспользуюсь подсказками, я не хочу утыкаться в цифры, потому что это всегда скучно, и тоску наводят. Тем не менее, что у нас получилось? У нас на данный момент времени падение производства, падение ВВП – 3,6 процента. Ну, на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза. Меньше, чем в Соединённых Штатах Америки. А в некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9 процентов, как в Великобритании, по-моему, на сегодняшний день. Значит, у нас промышленное производство подсело на 3 процента к данному моменту. Главным образом это за счёт нефти, потому что у нас сделка ОПЕК+, мы вышли на сокращение добычи, и это повлияло на общие наши показатели. Но вот что приятно, что лучше, чего хуже, где у нас какие-то позитивы. Вчера только мне коллеги из правительства докладывали, ноябрь к ноябрю текущего года рост обработки обрабатывающей промышленности 1,1 процента. То есть это даёт нам основание надеяться на то, что эта тенденция сохранится, что нам удастся её сохранить, и мы будем двигаться в этом направлении вперёд. Производство сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне. Вот где-то сейчас, на данный момент, плюс 1,8, министр сказал, что по году может быть даже не падение, а может быть увеличение до 2 процентов. Надеюсь, что так и будет. Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается примерно в этом году в триллион 300 миллиардов рублей, и это говорит об устойчивости финансовой системы. Реальная заработная плата, думаю, что… Прошу сразу граждан на меня не сердиться, потому что то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни. Тем не менее, это усреднённые цифры, мы должны тоже на неё ориентироваться. Реальная заработная плата, надеюсь, подрастёт у нас до конца года где-то на полтора процента, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения. За счёт чего? Вот такая… О чём это говорит? Какая разница? Откуда эта разница берётся? Падение доходов у индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. В общем и целом, падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3%. Значит, уровень безработицы у нас был в начале года 4,7%, а сейчас, как вы знаете, он подрос до 6,3%. Но об этом мы наверняка ещё будем говорить. Всё, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Сейчас 6,3%. Надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели. Хорошим обстоятельством можно считать положительный сальд для торгового баланса. Это создаёт такое хорошее макроэкономическое… Условия для макроэкономического хорошего развития. У нас государственный долг, он и так был минимальный – 70 миллиардов долларов в долларовом эквиваленте. Он снизился на 10 миллиардов. Мы меньше занимаем на внешних рынках, но регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства. Международные резервы подросли. В начале года были 554,4 миллиарда. Сейчас на 4 декабря, прошу прощения, где-то уже 587,7 миллиарда долларов. То же самое касается Фонда национального благосостояния. В рублевом эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас 13,5 триллионов. Рост очень значительный. Знаете, на что бы я хотел обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики. 70% российского бюджета уже формируются не за счёт нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглой. И если кому-то хочется представить нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость ещё очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду. Ну и, наконец, этот уходящий год, он всё-таки связан с крупными мероприятиями общенационального характера. Я имею в виду 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы всё-таки достойно его отметили, и парад победы состоялся на Красной площади. Я даже в онлайн-формате, но всё-таки шесть полка. Всё это позитивные моменты. Но самое главное, знаете, что, мне кажется, на что я хотел бы обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны. Вот в этих достаточно сложных условиях мы ещё раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности. Единение народа при какой бы то ни было угрозе. Вот то, что мы все видели, работа волонтёров, работа медиков, которым ещё раз низкий погон, благодарность. Просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнего своего, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Вот это общее национальное единение, я уже не говорю про движение «Мы вместе», это просто внешнее проявление внутреннего состояния общества, оно является, на мой взгляд, определяющим и решающим для нашей страны. Я ещё раз хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в этих масштабных мероприятиях. Спасибо. Так, я хочу, кстати, всем напомнить, что после того, как задают вопрос с микрофона, нужно снять набалдашник и заменить его на новый. Мы всё-таки должны чётко следовать всем санитарным правилам. Давайте мы пойдём дальше. Давайте кремлёвский пул. Новогоогорёва. Новогоогорёва, покажите, пожалуйста. Так, давайте у нас, а вот, наверное, давайте, крупнейший наш холдинг ВГТРК, давайте Россия. Спасибо большое. Алексей Петров, телеканал Россия, Вести. Владимир Владимирович, вот действительно маски стали таким символом нашего времени, очень неприятным. Мой вопрос вам, понятно, что пандемия – это главное событие года. Мой вопрос вам о состоянии российской системы здравоохранения. Какова степень её готовности? Насколько, на ваш взгляд, она справилась и справляется с теми вызовами, которые сейчас есть? Здесь есть важный нюанс. Вот, на ваш взгляд, проводится ли такой разбор полётов, анализ тех или иных сбоев и недочётов? Это и проблема нехватки лекарств, и маркировка лекарств. Тема, о которой тоже много говорилось, общественники вам докладывали на этот счёт. Что в итоге? И другой аспект – реформа первичного звена здравоохранения. Там заложены серьёзные деньги. Вот теперь как будет идти эта реформа с учётом уже уроков пандемии? Спасибо. Значит, смотрите, по поводу готовности систем здравоохранения. Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире. Но нет такой системы просто. Вот мы анализируем всё, что в мире происходит, и видим, что такого примера нет. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране. По сравнению, всё же познаётся в сравнении. Я уже сказал, что у нас море, океан проблемы. И вот сейчас некоторые из них назвали. Но всё познаётся в сравнении. И по сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной. Я сейчас скажу о недостатках лекарств и о других проблемах. Это само по себе, само собой разумеется. Это всё есть, мы это всё видим. И анализ даже поступающих вопросов, и в вашем вопросе это звучит, говоря о том, что далеко не всё решено. Но вот смотрите, у нас на момент начала пандемии, когда только первые сигналы пришли от наших друзей из Китайской Народной Республики, что там есть проблема подобного рода, мы сразу среагировали на границы. И выиграли, я тогда уже много раз об этом сказал, выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда придёт это в большом масштабе и количестве к нам. Мы выиграли это время, начали быстро разворачивать и саму систему здравоохранения, и всё, что связано с предупреждением пандемии. И не потеряли это время зря. Потребность в коечных местах, подготовленных для борьбы с пандемией, она составляла 95 в миллионах, мы считаем. А готовность была только 50%. Сейчас их уже 125 тысяч. 177 тысяч развернули. Даже 277 тысяч развернули. За достаточно короткий срок. За это время мы построили 40 центров, 30 Минобороны построило достаточно быстро, и 10 в сами регионы. Всего 40. Ну вот 40-й должен быть завершён в последние дни уходящего года. Это говорит о способности быстро реагировать на проблемы. У нас, вот я вчера когда-то знакомился с техническим оборудованием, с одной из девушек, с волонтёром, разговаривал здесь прямо. Значит, на момент, когда пандемия началась, у нас врачей-то специалистов было совсем ничего. Понимаете, там 8 тысяч 300. А сейчас одних врачей 150 тысяч работает по этому направлению. А в целом медицинских работников было больше полумиллиона. 500, по-моему, 20-530 тысяч. Что произошло? Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах, для того, чтобы поддержать наших врачей, для студентов старших курсов медицинских вузов по 10 тысяч, а по 7 тысяч для колледжей, как вы знаете. Значит, быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты и костюмов, ну и так далее, необходимых средств для обработки помещений. В некоторых случаях не просто в разы. Вот, скажем, масок, о которых вы говорите, которые всем надоели, но мы их производство увеличили в 20 раз. Такое редко где бывает. Наша система здравоохранения и государственное управление в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов и сделали это. Да, конечно, и сейчас, кстати говоря, неохватимое количество лекарств увеличено в два раза. Да, в некоторых регионах сейчас сталкиваются, мы знаем, и у меня вот я некоторый даже взял информацию из колл-центра, который от граждан поступает, и лекарств не хватает, и в стационарах даже, и тем более в аптечной сети, и бесплатные лекарства не выдают. Сейчас я об этом тоже два слова скажу, но это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались вначале. Это проблема логистики, не своевременных закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала. В начале пандемии мы не знали, что это такое, не знали, как выявлять, как тестировать, чем лечить, и не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть вакцина. Смотрите, по всем этим позициям мы серьёзно продвинулись вперёд. У нас тестирование, Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. А по мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, это массовое тестирование. Значит, лекарственные препараты. Мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И, наконец, вакцинация. Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так сказать, и начала производить вакцину. Вот и научного центра имени Гамалея, и в Новосибирского центра Вектор. Вопрос у нас о хорошей вакцине, я уже много раз об этом говорил. И безопасное, и эффективное действующее. 95 с лишним процентов, там по 96-97 уже, говорят, специалисты защиты, уровень защиты. И ни одного серьёзного случая нет побочных явлений. Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству. Там, где что-то у них не получается. Вот англо-шведская компания Астрозенека вместе с нами готова работать, подписывать соответствующие сейчас соглашения. И это очень хорошо, меня это очень радует, когда специалисты на таком уровне, на высоком, а это крупная, хорошая компания с мировым именем, когда они объединяют усилия, в том числе с российскими партнёрами, уверены, что результат будет очень хороший не только для наших граждан, но и для всего мира. Вот всё, что я сейчас сказал, говорит о том, что да, проблем хватает, но в целом система здравоохранения, она отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны. Теперь по поводу первичного звена здравоохранения. Да, конечно, нам пришлось концентрировать необходимые ресурсы на те вещи, о которых я только что сказал выше, для борьбы с инфекцией коронавирусной, на помощь врачам, волонтёрам, студентам и так далее, на то, чтобы развернуть производство как можно быстрее в нужном объёме. Но мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения. Но мы этого не забыли, никуда в долгий ящик не отложили. Вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнём с 1 января. И все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, они все у нас будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой. Это 500 миллиардов рублей из федерального бюджета плюс 50 миллиардов рублей из региональных бюджетов. Где-то в ближайшие три года уже около 300 миллиардов должно быть выделено и должно быть освоено. Некоторые направления уже, так или иначе, к некоторым направлениям совершенствования системы первичного звена здравоохранения мы приступили. Ну, например, закупка автотранспорта. Эта закупка нужна сейчас, я это вижу тоже по вопросам, которые поступают. Но это уже, можно сказать, часть программы развития первичного системы здравоохранения. Но если уж я об этом заговорил, я скажу, что самое главное в развитии первичного системы этого звена здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить стопроцентную доступность граждан к медицинским услугам. Я вижу, что здесь хватает очень много вопросов, которые требуют быстрого решения. Вот этим мы и будем заниматься в первую очередь. Ну, конечно, подготовка кадров соответствующих, материальные базы и так далее. Теперь часть вашего вопроса, касающаяся того, как реагировать на те нерешённые пока проблемные вопросы, которые возникают в ходе борьбы с эпидемией. Конечно, это анализируется, конечно, мы на это смотрим. В этой связи хочу ещё раз сказать, что и сегодняшнее наше мероприятие крайне важно, потому что даёт нам огромный поток информации со всех регионов страны, когда мы можем посмотреть, что и как делается в конкретном регионе Российской Федерации и соответствующим образом отреагировать, скорректировать наши действия. И здесь самый простой вывод, он напрашивает сам по себе. Конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, надо её реформировать как следует, надо ещё раз посмотреть на тему о том, сколько нам нужно специализированных коек, где, в каких регионах, сколько нужно специалистов. Ну, вот такая программа, она фактически разработана, будем её реализовать. Так, давайте дальше мы идём. Давайте в УРА.РУ. Добрый день, Владимир Владимирович, меня зовут Антон Ольшанников, я представляю информационное агентство УРА.РУ. Эпидемия эпидемии, но жизнь продолжается, и в этой связи у меня как раз комплексный вопрос по остальной жизни, касающийся выборов большой компании, которая будет в следующем году. Чем, на Ваш взгляд, будет отличаться предстоящая политическая компания от предыдущей? Каким в этой связи будет политический ландшафт в стране? Вторая часть вопроса связана с старой системной оппозицией. Хочется понять, не пора ли ей уступить время молодым партиям? Есть ли вообще шансы у этих молодых партий, учитывая, что на муниципальных выборах они уже как-то себя показали, проявили? И последняя часть вопроса связана с внешним вмешательством. Очевидно, что оно вполне возможно, тем более компания такая серьёзная. Как Вы намерены противостоять этому вмешательству? Спасибо. Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. Они заключаются прежде всего в том, что у нас приняты поправки в Конституцию первые. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе и по формированию правительства Российской Федерации. Вы знаете, ведь ещё раз хочу это повторить. Теперь Государственная Дума, по сути, принимает окончательные решения не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам. И президент обязан подписать те кадровые решения, которые будут приняты парламентом. И это существенным образом, ещё не все это, по-моему, поняли, осознали, существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса, их ответственность перед страной, в том числе и за работу правительства. Вот эта связка между парламентом и правительством чрезвычайно, на мой взгляд, важна. Это первое. Второе, по поводу новых партий, не пора ли старым политическим тяжеловесам уступить своё место. Это решают не новые партии, не политические тяжеловесы в виде традиционных партий. Это решают граждане, это решают избиратели. Они принимают решения на выборах, кого поддержать. Но даёт ли наша политическая система, она развивается, возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие в общенациональных избирательных кампаниях? Да, даёт. Думаю, что в этом году, да не думаю, а точно, на следующий год, большее количество, по-моему, там до 16 партий, что ли, должно принять участие, может принять участие в выборной кампании без того, чтобы собирать подписи. Почему? Потому что они в соответствии с действующим у нас законом получили представительство в ряде субъектов Российской Федерации и вместе с ним право попробовать свои силы на общенациональной арене политической. Я желаю ему успехов, но хочу ещё раз сказать, что кого избрать, решает всё-таки избиратель. А в этой связи хотел бы отметить, что традиционные политические партии, они хорошо известны, они представлены в парламенте в течение многих лет, надо отдать должное. Разные, подчас полярные точки зрения звучат в парламенте и даже острые дискуссии по целому ряду проблем, с которыми сталкивается страна и которые стоят перед нами в качестве приоритетных. Но при этом практически каждый из них выступает с патриотических позиций и так, как она считает нужным, стремится решить стоящие перед страной задачи. Подходы, инструменты решения этих задач разные, но цель у всех политических традиционных партий одна – благополучие и развитие страны. Так, давайте мы ненадолго покинем Москву и отправимся в Сибирь. Давайте Новосибирск. Попробуем задать вопрос. Да, Владимир Владимирович, Вы упомянули уже Новосибирск как центр, где была создана одна из вакцин от коронавируса. И позволите немножко побыть Дмитрием Сергеевичем в качестве модератора. Можно я выберу сам? Дело в том, что увидел плакат у нас с надписью «Вакцина». Пожалуйста, только представьтесь. Людмила Кейбл, Алтайский край. Владимир Владимирович, меня интересует вопрос. А Вы поставили себе прививку против коронавируса? И каким образом, как Вы относитесь к всеобщей вакцинации населения, если сейчас количество вакцин, пробных, поступающих в регионы, еще недостаточно? В Алтайском крае достаточно сложная эпидемиологическая ситуация. И меня интересует еще один вопрос. В связи с этим, достаточно ли будет вакцин на территорию России, если сейчас еще Россия будет оказывать помощь другим странам? Спасибо. Значит, смотрите, я всех призываю в самом внимательном образом относиться к рекомендации специалистов. Вот Вы посмотрели, мило взяли, одели сразу маску. Это очень здорово. И у Вас перчатки. Значит, специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. И поэтому, пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. Это первое. Второе. Необходимо, то, что я слышу от специалистов, необходимо иметь некоторый разбег между различными прививками, скажем, от гриппа и от коронавируса. Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые говорят, что это должна быть разница как минимум в четыре недели, что касается коронавируса. Вот это второе. Третье. По поводу необходимости массовой или такой всеобщей вакцинации. Я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят и не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет. И, повторяю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться. Наконец, следующий момент, связанный с помощью, как вы сказали, другим странам. Прежде всего, я всегда об этом говорил и скажу еще раз, хочу, чтобы меня все услышали в стране, наша задача провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Здесь есть некоторые вопросы. Какие? Вакцина сама по себе, компоненты этой вакцины хорошие. У нас до сих пор не хватает железа, оборудования для производства нужного нам количества вакцин. От гриппа прививки сделаны уже, по-моему, 70 миллионов человек. Вот это вот такая крупномасштабная вакцинация по всей стране. Вот что нам нужно делать и в случае борьбы с коронавирусной инфекцией. Но для того, чтобы произвести эту вакцину, нужно соответствующие заводы, предприятия, оборудование. Это будет наращиваться, и исхожу из того, что все планы в этом смысле будут исполнены. В следующем году уже в начале у нас уже будут миллионы доз вакцины, и это будет увеличиваться и увеличиваться. По поводу сотрудничества с другими странами. Именно в силу того, что нам требуется время для того, чтобы нарастить именно технологические возможности наших предприятий по производству самой вакцины, нам ничего не мешает сами компоненты этой вакцины, а её у нас достаточно, производить на площадках в иностранных государствах, в зарубежных государствах, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств и в покупку соответствующего оборудования. Вот о чём идёт речь. Это никак не мешает вакцинации населения в Российской Федерации. А наоборот, честно говоря, даже будет улучшать конечное качество продукции, поскольку это будет приобретать более и более массовый характер. Владимир Владимирович, позволите нам продолжить традицию, которую Дмитрий Сергеевич тут начал, и в качестве подарка мы хотим подарить вам ветрозащиту от нашего микрофона. Дело в том, что вы говорили в неё без маски, теперь она у вас, пользуйтесь. Так, давайте мы отправимся, наверное, в колл-центр. В эпидент, я бы сказал. Ну ладно. Отправимся в колл-центр, пожалуйста. Очень много вопросов, связанных с пандемией, с работой медиков в этот непростой период. И все эти вопросы обрабатывала волонтёр-медик Алевтина Киселёва. Она сама в этом году провела пять месяцев, работая терапевтом в поликлинике, и консультировала ковидных больных. Алевтина, здравствуйте. Расскажите, на что жалуются россияне. Здравствуйте. Обрабатывая обращение, мы обнаружили очень много серьёзных проблем. С которыми сталкиваются жители нашей страны. Это проблема и с тестированием. Невозможность вызвать врача на дом. Нехватка медикаментов не только в аптеке, но и в больницах. И даже ожидание скорой медицинской помощи больше недели. Также я занималась обращениями, поступающими от врачей из красной зоны. И на этот аспект хотелось бы обратить особое внимание. Медики из города Кола Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Такая же ситуация и в городе Качканар Светловской области. В военном госпитале Нижнего Новгорода последние выплаты были аж в сентябре. Точно так же и у медиков инфекционной больницы города Тверь. Много обращений от тех, кто точно так же рискует жизнью, как врачи, но не получает надбавки. Это технический персонал, лифтеры, уборщицы, буфетчицы. Ведь они работают в зоне риска. И без них работа красной зоны невозможна. Очень обидно за тех людей, которые работают на передовой с пандемией, но чувствуют несправедливость. Владимир Владимирович, у нас есть очень большая подборка обращений на данную тему. Мы готовы ее передать вам для того, чтобы вы дали поручение разобраться с каждым из них. Владимир Владимирович, возможно ли решить данные проблемы? Спасибо. Да, спасибо. Алевтина, это мы вчера с вами разговаривали, да? Да, вчера мы с вами разговаривали. Вот у меня есть тоже, видимо, есть колл-центр от вас из Рязанской области. Мы живем в небольшом городе, и до нас никак лекарства не доходят, именно бесплатные. Почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Говорили, что даже с подтвержденным диагнозом было давать лекарство бесплатно, но этого нет. У нас, кого я знаю, лечатся сами. Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует. Это Рязанская область. Коршунов Владимир Николаевич. Вот я хочу и, Алевтина, вам, и тем, кто к вам обратился, и Коршунову Виктору Николаевичу сказать следующее, что мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые еще не решены и которые связаны с закупкой СИЗОВ, средствами индивидуальной защиты, подготовкой лечебных заведений, учреждений для борьбы с ковидом. И 5 миллиардов, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому. Что касается Рязанской области, знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты, непонятно. Обязательно с этим будем разбираться. Порядок получения лекарств должен быть такой – это обращение в поликлинику, в поликлинике должен быть подтвержден диагноз соответствующий и выданы необходимые лекарственные препараты. Левтина, я точно все обращения, которые к вам поступили, мы обязательно систематизируем, так же, как постараемся отреагировать и на другие подобного рода, и обязательно на это и отреагируем. Ещё раз говорю, десятку мы отдали в регионы на учреждения, на СИЗы и так далее, и 5 миллиардов для того, чтобы людям напрямую помогали. Конечно, будем выяснять, где эти деньги. В основном все деньги из федерального бюджета, даже не в основном, я думаю, что целиком перечислены в регионы Российской Федерации. Некоторые губернаторы, а я с ними в постоянном контакте, докладывают совсем недавно, в том числе и из тех, которые прозвучали сейчас, докладывали, что там всё в порядке, всё выдается. Но бывают, конечно, единичные случаи. Может быть, надеюсь, что это так и есть. Но, судя по количеству обращений на эту тему, всё-таки это вопросы не единичного характера, а проблемы общего. Посмотрим на это повнимательнее. Обязательно это сделаем. Давайте вернёмся сюда, в Центр международной торговли. Давайте, дайте сюда, вот начнём с этого, наверное, сектора. Дайте микрофон, пожалуйста. Представьтесь только, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. МИЦ «Известия», телеканал РЕН-ТВ. За вакцину спасибо учёным, в первую очередь. Но на фоне разговоров борьбы с пандемией, как-то ушёл в сторону вопрос об источнике угрозы. Споров много до сих пор. США обвиняет Китай, Китай обвиняет США в искусственном происхождении, не искусственном. Что известно России, и, может быть, Вы давали команду спецслужбам заняться, в том числе разведкой, выяснить происхождение? Что касается происхождения, то слухов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом. Тем более, что мы не видим никаких подтверждений, связанных с этими обвинениями в адрес кого бы то ни было. Вы знаете, мне кажется, что сейчас нужно исходить из другого, не искать виновных, а нужно объединять усилия для борьбы с проблемой. Вот это будет правильным направлением нашего сотрудничества. Это первое. Второе. Когда мы говорим, а наши там некоторые западные партнёры всё время упирают на то, что они придерживаются гуманистических начала в своей политике и внутри своих стран, и во внешней политике, надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжёлых условиях, снять хотя бы ограничения различного рода, торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии, снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовки врачей. Вот о чём надо подумать, а не искать крайних и виновных. Я должен отметить, что у нас сотрудничество со многими странами, слава богу, развивается, в том числе и с Китайской народной республикой, и на уровне специалистов, и на уровне руководителей регионов, и на общегосударственном уровне. По поводу заданий спецслужбам, задания, конечно, всякие даются, но это, наверное, не то место, где мы должны обсуждать, как эти задания исполняются. Здесь предыдущий коллега спрашивал по поводу, задавался вопросом по поводу возможного вмешательства в наши выборы. Я, прошу прощения, не отреагировал не потому, что я не хочу на это сказать, просто как бы посчитал, что есть другие вопросы, более важные, на них внимание сосредоточил. Но это общий вопрос. Конечно, будут пытаться вмешиваться, всё время так делают, и не только в наши выборы, по всему миру практически. Это глобальная политика, как база по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Поэтому мы это знаем, мы к этому готовимся, но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что, а, это вмешательство, и, б, что мы обязаны этому противостоять, и, в, что это недопустимо, и что мы сами должны определить свою судьбу. Вот это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества. Поэтому настрой блогеров в интернете, настрой средств массовой информации по защите себя, самих себя – чрезвычайно важная вещь – отстаивание своего суверенитета. При этом мы, конечно, открыты, безусловно, для сотрудничества с нашими партнёрами, мы открыты для наблюдателей международных. Наверное, такой открытости вообще в мире нигде нет. В некоторых штатах в США, вы знаете, там больше десятка штатов, там вообще запрещено, просто запрещено законами штатов присутствие каких бы то ни было иностранных наблюдателей. У нас ничего подобного по всей стране нет. Наоборот, мы открыты, мы будем работать, у нас и наблюдатели внутри страны активно работают, и сейчас общественные организации подключились, общественная палата, другие общественные организации, им разрешено участвовать в качестве наблюдателей. Расширяются возможности наблюдать за политическими процессами внутри страны, как и прежде, политическим партиям, средствам массовой информации. Вот это направление нашей работы мы, безусловно, будем наращивать с тем, что добиться главного. А главное заключается в том, чтобы сами граждане нашей страны были уверены в том, что выборы проходят открыто, прозрачно, и результаты их заслуживают уважения. Давайте мы ненадолго задержимся еще в ЦМТ. Александр Гамов, один из самых авторитетных членов президентского пулу. Пожалуйста. Владимир Владимирович, во-первых, спасибо вам огромное за эту всесоюзную, хотел сказать, всероссийскую встречу, потому что это просто здорово, что такое время вы нас всех собрали и дали возможность сказать вам правду. В принципе, вы сами знаете, что коронавирус нанес удар по уровню жизни многих людей. Я человек провинциально, мне из регионов звонят и говорят, что жить просто очень сложно, ужасно сложно. Так тяжело никогда не было России. Рост бедности, обеднение и без того бедных людей, безработица, падение покупательской способности, рубль тоже падает. Цены растут, смертность растет. И вы знаете, вот я хотел еще вам что сказать. Цены, в принципе, ползут вверх, начиная с сентября, где-то с августа. Почему об этом заговорили только в декабре? Пока президент не грянет, министры не перекрестятся. Скажите, пожалуйста, есть какая-то программа, ну вот такая вот, как вы сказали, через неделю, чтобы занялись ценами. Есть ли какая-то программа у президента, у правительства, которая бы помогла России в ближайшие недели? Спасибо вам огромное. Я просто хотел сказать, что я представляю сайт, радио и газету «Комсомольская правда». Александр Гамов. Да. Значит, ситуация сложная. С самого начала я об этом сказал. И я когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов, реальных располагаемых доходов населения, это не пустые слова, это не проходная вещь. Это говорит о том, что мы это видим и понимаем. Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Но было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения, ниже прожиточного минимума. Почти треть страны, каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума за чертой бедности. Значит, мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем, эта планка приподнялась до 13,5%. И это, конечно, много, это около 20 миллионов человек. Это всё равно очень много. Вы говорите, есть ли план? Да, конечно, план есть. Это одно из основных направлений деятельности, снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Поэтому я поговорю на этот счёт поподробнее. Смотрите, во-первых, план такой, к 2030 году уйти с 13,5% сегодняшних процентов до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реальная, я считаю, цель амбициозная, но реальная. Это первое. Теперь по поводу цен. Да, конечно, где-то цены растут объективно. Связано это с чем? Связано это с ростом, допустим, стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Ну, неизбежно. Некоторые товары мы собираем, значительная часть комплектующих, которая стала дороже. Мы закупаем их за большее количество рублей, потому что рубль немножко просил. Значит, это стало дороже. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующие острые реакции. И вот это, честно говоря, меня так и задело, потому что, скажем, о том, что у нас урожай рекордный, за последние 6 лет у нас рекордный урожай. И в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, там побольше, может быть, будет. Может быть, до этого дойдёт. А хлеб растёт в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Это первое. Второе – сахар. Мне когда-то говорили, надо прикрутить, надо прикрутить, значит, нам тростняковый сахар. Надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали. Но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Ведь министр мне что сказал? Для внутреннего потребления достаточно. И в то же время как-то достаточно, если на 75% рост цен произошёл. Или по подсолнечному маслу на 17%. Что у нас, семечки нет? Достаточно тоже. Вот это, а почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, и внешний рынок пошёл больше. И начали внутренние цены подтаскивать к общемировым. Что совершенно недопустимо. И именно поэтому у нас такой разговор такой жёсткий и был. Правительство отреагировало. Здесь главное, чтобы они перегнули палку. Главное, чтобы они не пережали с административными мерами. Надо было своё время на это делать, более рыночными. Но просто вывозные и таможенные пошлины надо было скорректировать. Вот и всё. Делов-то куча. Все знают, эти инструменты хорошо известны. Надо только вовремя было реагировать на это. Но надеюсь, что это произойдёт. Вот сейчас подписаны, или вот должны быть подписаны, по-моему, уже подписаны соглашения между производителями и сетями. И производители снижают на определённый объём, и сети должны в рознице показать нам это снижение по базовым продуктам питания. Поэтому на цены, конечно, надо смотреть внимательно. И будем, безусловно, это не делать. И надеюсь, что эта реакция будет в течение ближайших нескольких дней, но нескольких недель тоже точно. Теперь по поводу того, что можно, нужно и что мы делаем для того, чтобы людям помочь в этот сложный период времени. Во-первых, в связи с тем, что подросла безработица с 4,7% до 6,3%, мы существенно повысили пособие по безработице. Это всем хорошо известно. Но самая главная, самая тяжёлая ситуация, конечно, складывается у семей с детьми. И здесь у нас выстроена целая программа поддержки семьи с детьми от нуля до полутора лет, от полутора лет до трёх лет и от трёх до семи. Значит, от нуля до полутора лет мы ввели пособие, правила там такие. Если у каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов, сначала было полтора, потом мы расширили программу, и большее количество людей попало в эту программу. Значит, если меньше двух прожиточных минимумов на человека, то такие семьи имеют право на получение одного ПМ на каждого ребёнка. Одного прожиточного минимума на каждого ребёнка. Значит, от полутора лет до трёх лет, если меньше доход, то тогда, соответствующий по этим ПМ, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала. Мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала. Ну и, наконец, для детей от трёх до семи лет мы ввели следующее правило. Если в семье не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то начали платить 0,5 ПМ на каждого ребёнка. Но решили уже с самого начала, мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи. И если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребёнка. Вот это вот такие, так скажем, оперативные меры по поддержке российских семей. Я уже не говорю про единоразовые выплаты всем детям до 16 лет, да, и потом поддержка рынка труда, наверное, ещё мы будем об этом говорить, я скажу об этом отдельно, чтобы не затягиваться с ответом на ваш вопрос. Хотя это один из ключевых вопросов, безусловно, поэтому я позволяю себе всё-таки потратить побольше времени на это. Но самое-то главное, конечно, заключается в том, чтобы нам развивать экономику, реализовывать цели национального развития, национальные проекты, куда заложены эти цели развития, создавать новые рабочие места, выводить экономику на новый уровень, на, значит, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, развивать искусственный интеллект, цифровизацию, современные, создавать производства, которые позволяли бы людям и работать интересно, и получать доход достойный. И вот на это направлен целый комплекс наших мероприятий, которые заложены в рамках национальных проектов. Так, давайте не будем забывать регионы. Екатеринбург, пожалуйста. Ещё не были мы в Екатеринбурге. Да, коллеги, здравствуйте. На связи столица Урала Екатеринбург. Мы работаем в зале полпредства, где собрали журналисты из разных уголков Уральского федерального округа. Аккредитовано 70 репортеров, но в зале сегодня с нами 69. О том, почему, мы узнали буквально несколько минут назад, поэтому новость, которую не могу не поделиться, простите уж. Всё дело в том, что наша коллега из местного информационного агентства накануне родила сына, и вот по этой причине отсутствует сегодня на пресс-конференции. Думаю, что причина уважительна, и вы, Владимир Владимирович, поймёте. Ну а что касается остальных, как видите, рвутся в бой, готовы задавать вопросы. Дмитрий Сергеевич, ну что, как поступим? Будете сами выбирать? А можно попросить зал показать? Покажите, пожалуйста, зал. А вот прям на первом ряду написано «мусор». Давайте дадим вопрос. Первый ряд, да, пожалуйста. Можете снять масочку, представляйтесь, не забывайте, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Магнитогорск, Магнитогорский металл. Ольга Балабанова. Мой вопрос связан с экологической направленностью. Это мусорная реформа. Ну, всем известно, что она официально стартовала в январе прошлого года, но гораздо раньше всё это началось, ещё лет пять назад. Во всяком случае, в нашем городе в 2015 году было соглашение подписано, концессионное, и разработан проект. И где-то на уровне государственной экспертизы он тихо затормозился. Сейчас вроде начали строить. Почему мусорная реформа, такая глобальная для всей страны, тормозит во многих регионах, и что с этим делать? Я не думаю, что это тормозит, что она тормозит, эта реформа. Достаточно много вопросов, связанных с организацией самого производства, но реформа сама по себе двигается. Значит, здесь у нас несколько задач перед нами стоит, крупных. Это первое. Нам нужно создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а они используются в других видах производства. Вот это первое. Второе. Нам нужно добиться нормальной сортировки, с тем, чтобы к 2030 году у нас всё распределялось по соответствующим сегментам этих отходов. И соответствующим образом перерабатывалось. Значит, это… Вот на сегодняшний день одна из задач, которая стоит перед организаторами всей этой работы, заключается в том, чтобы добиться такого расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками продукта. С тем, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей этих упаковочных изделий. Это, в принципе, это практика, которая выстроена практически повсеместно во всём мире, и мы будем придерживаться именно этой практики. У нас, скажем, в автопроме у нас введён такой утилизационный сбор, но ничего, нормально, во всём мире он работает и в нашей стране работает. То же самое нужно делать по этим направлениям. Значит, я уверяю вас, что правительство этим занимается, регионы этим занимаются и будут заниматься дальше. Здесь нет никаких сомнений. На это у нас выделяются значительные ресурсы, и всё запланировано. Никуда на другие цели эти средства не направляются. Это всё по плану будет делаться. Но поскольку вы из Магнитогорска, вы знаете, что я… У меня один из вопросов, который я взял, это связано как раз с Магнитогорском и с выбросами в атмосферу. Здесь вот один из обращающихся граждан пишет о том, что происходит в Магнитогорске с выбросами в атмосферу. Для меня это, честно говоря, несколько даже неожиданно, потому что я знаю, что Магнитка вкладывала в последние годы достаточно много средств, ресурсов в обновление производства, именно для того, чтобы уменьшить количество выбросов. И оно реально по имеющимся у меня сведениям уменьшалось. И вот здесь вдруг такое обращение. Ольга, вы сама как это оцениваете? Что там происходит с выбросами в атмосферу у вас в Магнитогорске? Я, наверное, как патриот работаю в газете, которая на комбинаты работает. И я считаю, что если эти сооружения построены, ну это, как говорит моя подруга, это не форточка, которую можно закрыть и открыть, если это комплекс сооружений вместе с выбросами. Потом, пусть меня растерзают многие жители наши, но мне кажется, многие принимают обычный туман, который связан сейчас. У нас сделали резервуар, отделили от комбината, где вот замкнутый оборотный цикл. И там не замерзает лед, и там очень теплая вода, поэтому очень часто туман. И люди смотрят с правого берега налево и считают, что это смог стоит. Ну, есть же еще и другие производства в городе, там птицефабрика, откуда может идти запах, на который часто пеняют. Но я не думаю, что так все критично, как любят преувеличивать в соцсетях. Ну да, но это не соцсети, это вот обращение ко мне конкретного гражданина из Магнитогорска, это не соцсети. Мы же читаем это в соцсетях тоже. Ну, наверное, проблема есть, но комбинат занимается этим, и я не думаю, что это... Я поэтому и спросил, почему, потому что я знаю, что комбинат вложил очень много средств, и гораздо больше, чем в других центрах металлургической промышленности, гораздо больше, чем в других местах для того, чтобы уменьшить количество выбросов. Оно реально уменьшилось, если в тоннах измерять, поэтому для меня было так неожиданно это, но тем не менее, видимо, на это все-таки нужно обратить внимание в целом. Мы сейчас, если говорить об экологии, мы сейчас занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране в тех местах, где загрязнители особенно активно работают, и по центрам металлургического производства. Это будет делаться в первую очередь, в том числе, не в том числе, а делаться это будет за счет как раз производителей. Думаю, что в Магнитогорске будем делать то же самое. Мы посмотрим уже внимательно за, может быть, даже более объективно за тем, что нам происходит. Спасибо вам большое. Вот вы знаете, здесь предыдущий был вопрос, я позволю себе отвлечься от наших ведущих, по поводу оплаты педагогов. Учитель высшей категории в сельской местности при нагрузке в 18 часов, это Сергей Петрович Степанченко пишет. Значит, эта ставка учителя получает столько же, сколько получает уборщица в этом же учебном заведении. Вот вопрос, он такой острый, да, поэтому я его и взял из пачки вопросов подобного же рода. Вы понимаете, что произошло? У меня сейчас, я вам скажу, что произошло, но потом скажу, куда надо, что нам нужно делать. Вот произошло это все из чем? Мы, значит, приняли решение о том, что МРОД не может быть меньше ПМа. То есть минимальный размер оплаты от уруда не может быть меньше прожиточного минимума. И эту шкалу сдвинули. И получилось, что произошло то, о чем вы пишете. Значит, МРОД не может быть меньше ПМа. Его приподняли. Ну и уборщица, она не может получать меньше, ее зарплату приподняли. Но надо было одновременно приподнимать и уровень заработной платы для других категорий. А этого не было сделано из-за бюджетных ограничений. Но это государство надо будет сделать, придется сделать все равно. Поэтому я хочу обратить внимание правительству на то, что такая ситуация, конечно, не может быть признана нормальной. Так, давайте вернемся сюда, в Центр международной торговли. Мы давали слово наиболее авторитетному журналисту здесь. Давайте теперь начинающему журналисту я хочу дать слово. Я вот увидел Сергея Шнурова. Дайте, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Сергей Шнуров, международный телеканал RTVI. Добрый день, Сергей. Самый козырный вопрос про Навального я, скорее всего, оставлю своим коллегам. Я такой вот добрый буду. А так как канал у нас международный, вопрос мой будет следующим. Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Они что, все уже эмигрировали в Силиконовую долину и своих же не бросают, как вы любите говорить? На какую должность теперь может рассчитывать Трамп? И приютите ли вы его, если он попросит политического убежища, как Сноуден? Такой развернутый вопрос. Это было от канала, теперь лично от меня. Как простому русскому человеку, вот простому, обыкновенно, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику? Значит, начну с завершающей части вашего вопроса. Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить редиско, а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике, о которой вы сейчас сказали. Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию. Но за это вам большое спасибо за сегодняшнюю нашу форму общения. Почему хакеры, значит, не российские, в этот раз не помогли сбраться Трампу? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы, это все повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Соединенных Штатов Америки по внутриполитическим американским соображениям. В этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политики в самих Соединенных Штатах. На самом деле это для них, на мой взгляд, для них самих плохо, но это их выбор, пускай они делают, чего хотят. Мы исходим из того, что вновь избранный президент Соединенных Штатов поймет, что происходит. Он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике. И рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, ну не все, хотя бы часть из них, будет решаться при новой администрации. Трампу, мне кажется, трудоустраиваться нет никакой необходимости. Почти 50% населения за него проголосовало, если считать по количеству избирателей, а не по выборщикам. У него большая, большая достаточно база поддержки внутри Соединенных Штатов, и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны. Давайте мы заглянем в Новоогорёва, к кремлёвскому пулу, который вместе с Владимиром Владимировичем. Покажите Новоогорёву мне. Вот давайте, сидит лайв, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Воспользуюсь советом начинающего журналиста. Несколько, некоторое время назад вышло несколько интересных расследований. Да. Например, про вашу дочь, бывшего зятя Шамалова, других якобы близких вам людей. На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления, и кто его отравил? Скажите, пожалуйста. Понятно. Значит, по поводу того, что вот эти вбросы имеют место, собственно говоря, ничего удивительного нет. Они всегда имели место и всегда будут иметь место. Это такое информационное противоборство происходит. Они и были раньше. Вспомните тяжёлые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом. В каком виде тогда вашего покорного слугу представляли и в международной прессе, да и, к сожалению, у нас в стране тоже. Там как только меня с какими клыками не рисовали, я это всё хорошо помню. Но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не то, что всё делаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то там с бугром. Это первая часть. Вторая часть касается, скажем, моих близких. Прочитать этот материал невозможно. Я его так полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается. Но там такая компиляция, всё навалено в одну кучу, что я так до конца не дочитал. Но на что я хотел бы обратить внимание сразу. Там всё время говорится «зять президент», «зять президент». В конце пишут, что всё-таки бывший «зять». Это первое. Хотя по ходу пьесы всё время ввинчивает в сознание читателя, что это «зять». Первое. Второе. Президент Путин запретил элитам иметь активы за границей. Ничего не запрещено элитам иметь активы за границей. Госслужащим запрещено иметь финансовые активы за границей. И правильно сделали. Ни счетов, ни каких-то других финансовых активов у госслужащих быть не должно. Компания, о которой идёт речь, это частная компания. Сто процентов нет ни одной акции государства. Дальше. Кто и как получил какие-то там акции в этой компании? Оказывается, компания опубликовала свои данные на этот счёт, свои отношения к этому делу. Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента. И вот господин Шамалов, он так же, как и другой высший менеджмент, получил по единому правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления. Они получили по другим правилам. Ничего такого особенного здесь нет. Но, наконец, на мой взгляд, самое главное. Самое главное вот в чём заключается. Вот сейчас только молодой журналист Шнуров спрашивал про наших хакеров. Чего написано вначале? Обратите внимание, неизвестный аноним преследует непонятные нам цели, пишут там. А дальше, получается, всплывают уши этого анонима. Что имею в виду? Написано, что это примерно то же самое, что было в 2016 году, в то время, когда криминальные российские хакеры, связанные с российской военной разведкой, вскрыли электронную почту членов Демократической партии США. Ну вот вам, пожалуйста, этот аноним, мне кажется, понятен, кто называл этих хакеров криминальными элементами, связанными с российской военной разведкой. Это Госдеп и спецслужба США. Вот они и являются авторами, на самом деле. То есть, во всяком случае, по их заданию это сделано. Это совершенно очевидная вещь. Первое. Второе. Ссылка на то, что наши хакеры, как они считают, в 2016 году вмешивались в внутриполитическую жизнь в США, говорит о том, что и цель понятна этой публикации. Цель – это месть. И попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране с целью определенного вмешательства, конечно, в нашу внутриполитическую жизнь. Совершенно очевидная вещь для меня, точно совершенно. Мне кажется, что и для большинства читателей это тоже станет ясно, если обратить внимание на те вещи, о которых сейчас сказано. Но в этой связи вот что хотел бы подчеркнуть. Нужно руководствоваться, уже хочу обратиться к заказчам таких материалов, не к тем, кто делал. Это ребята чего, они, я знаю, они в спецслужбах, им задания дали, они это пишут. Нужно вот тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а нужно выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права. И тогда мы будем добиваться общих успехов на нужных для всех нас направлениях. Теперь, что касается пациента в Берлинской клинике. Я уже говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Я знаю, мне принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое и в первом, и в этом случае. Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб, о чем мы не знаем, что они локацию отслеживают. Да, в наших спецслужбах хорошо это понимают и знают это. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно, тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то, понимаете. Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Ну вот в эту же секунду. Есть одна вещь, на которую, ну так, в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение. А именно, этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом, для тех, кто это делает, таким образом подтянуться до определенного уровня и сказать, вот обратите внимание, мой партнер – это вот этот. И я, значит, такого же калибра человек. Вот относитесь ко мне как человек вот такого, общенационального масштаба. Это известная, во всём мире применяется этот трюк политической борьбы. Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться для того, чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае нашей. Вот я призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране, руководствоваться именно не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации. Предлагать позитивную повестку дня для того, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной. А их у нас много. Перемещаемся в Ростов-на-Дону. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, коллеги. Мы собрались в Донском государственном техническом университете. Вообще, обычно здесь готовят кадры для крупнейших производителей региона. Ну, наверное, Ростельмашу у всех на слуху. Но сегодня здесь собрались гуманитарии, в основном мои коллеги-журналисты. С вашего позволения не буду тянуть и передам им слово. Ну, давайте, вот да, без плаката, коллега в четвертом ряду в полосатом жакете. Вам слово. Добрый день. Благодарю за возможность задать вопрос. Владимир Владимирович, у меня вопрос, он уже, наверное, традиционный для ваших пресс-конференций. Это вопрос о Донбассе, но для нашей области он все время актуален. Представьтесь, пожалуйста. Прошу прощения. Софья Браканова, информационное агентство Дон-24. Сам вопрос о том, насколько сегодня вы видите перспективы урегулирования конфликта в республике Донбасс? И какие, по-вашему, перспективы есть развития у отношений России и Украины? Спасибо. Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной, это в значительной степени зависит от украинских властей. Я сейчас не скажу от Украины, а от украинских властей. Ведь практически все предыдущие главы государств, которые приходили, и действующие, кстати говоря, Владимир Александрович Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, приходили с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге и выстраивание отношений с Россией. Но ничего не получается у них до сих пор, потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урам для голосования. А когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться, ну не хватает, мне кажется, просто политического мужества, оглядываться на крайние националистические силы. И процесс замирает. Так же происходит примерно и сейчас. Слава Богу, мы вот когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение. Произошёл обмен удерживаемыми лицами, но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического урегулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять минские соглашения. Ставят вопрос о пересмотре его основополагающих положений. А я хочу обратить Ваше внимание на то, что минские соглашения, они подтверждены соответствующей резолютой Совета безопасности ООН. И, значит, они приобрели силу международного закона. Поэтому вот так в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса. Вот поэтому, на мой взгляд, урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдёт. А просто, по-моему, когда, это в значительной степени, повторяю ещё раз, зависит от украинских сегодняшних властей. Ну, а Россия как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса, и это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, инфраструктурного характера вопросов и так далее. Так что будем двигаться спокойно по этому направлению. Мы без всяких сомнений, может не сменеваться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась. И повторяю ещё раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше. Так, давайте в Нижний Новгород обратимся. Пожалуйста, Нижний Новгород. Добрый день, Владимир Владимирович, Дмитрий Сергеевич, на связи столица Приволжского федерального округа, Нижний Новгород. В нашей студии сегодня более 70 журналистов. Конечно, у всех, вот я смотрю, яркие плакаты, но, если позволите, на правах модератора я выберу вопрос, учитывая формат нашей пресс-конференции. Дмитрий Сергеевич, да, позволите? Да, да, конечно, конечно. Определим. Да, вот коллега с надписью «онлайн», потому что у нас раз онлайн-конференция, да, в этот раз. Пожалуйста, только не забудьте представиться. Добрый день, Владимир Владимирович Каштанов Олег, известен Мордовии, город Саранск. У меня вопрос, связанный с онлайн-образованием. Тема обсуждаемая очень. Весной этого года наши школы и наши вузы вынуждены бы перейти на дистанционное обучение. И в этой связи хотелось бы услышать вашу оценку, как справилась наша вузовская система и школьная система с этим вызовом. Ну и конкретизировать, поскольку есть вопросы у людей. Вот эта система онлайн-образования, она теперь у нас постоянная, надолго. И вот в эти сложные времена нет ли у нас снижения качества образования и, как следствие, снижения качества подготовки выпускников? Значит, смотрите, Олег, онлайн-образование. Ну, надо разделить онлайн-образование в школах и онлайн-образование в высших учебных заведениях, в институтах и университетах. У нас с вами по стороне 39,9 тысяч школ, и только 2% из них работает в онлайн. Часть небольшая на смешанной системе, большая часть в обычном режиме. В высшей школе там в основном всем рекомендовано сейчас перейти на систему онлайн-образования. Значит, что касается школ, то у нас, у меня здесь много всяких записок по поводу готовности, технологической готовности к этой системе. И я чуть попозже, еще даже отвечая на здесь письменные вопросы, тоже об этом скажу подробнее. Но, конечно, проблемы есть. Конечно, это касается железа, так называемого. Далеко не у всех есть компьютерное оборудование, есть сложности с подключением к интернету, даже к телефонам. Есть такие сложности, особенно в небольших населённых пунктах. Что мы собираемся делать? В 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету. В 2021 году. Часть уже сейчас оборудована, в 2021 году должны быть все. Это первое. Значит, по высшей школе дважды мы в июле, осенью мы поддерживали высшие учебные заведения, выдавали им соответствующие финансовые ресурсы для поддержания их работы в системе онлайн. Теперь по поводу… Да, и они, расширяя свои возможности в рамках работы онлайн, по интернету, должны это будут делать сами, как хозяйствующие субъекты. Ну, при той или иной поддержке со стороны государства, о которой я уже упомянул. Дважды мы уже это делаем в течение этого года. Теперь по поводу качества образования. Ну, конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого ещё очень долго не произойдёт. Мне не нужно, мне кажется, отдаваться в детали, в подробности. Все и так понимают, что я имею в виду. Тем не менее, система, при которой и в школе, и в высшей школе онлайн-образование будет использоваться, и система существует, она, конечно, будет развиваться. Вы знаете, вот я вчера только с коллегами с некими разговаривал, о чём идёт речь на будущее. Не всегда, скажем, специалист узкого профиля, высокого класса может поприсутствовать сразу во многих местах, во многих учебных заведениях. И вообще иногда не может, он занят своей исследовательской работой. А в системе онлайн может. И, конечно, это надо использовать. Это делается в известной уже по всей стране образовательной структуре Сириуса в Сочи, но не только. И во многих других учебных центрах, в вузах, в школах это всё чаще и чаще применяется. И это надо будет делать. Это востребовано, это стало частью нашей жизни, и не нужно этого бояться. Но преувеличивать эти возможности тоже не нужно. Это не на всю жизнь, не навсегда массовое онлайн-образование. Теперь по поводу качества. Ну, конечно, наверное, я так понимаю, что под вопрос у вас есть такой скрытый. Ну, конечно, наверное, качество… Я же сказал, что прямого общения онлайн-система не заменит. И, наверное, в чём-то качество… В чём-то есть плюс, когда есть возможность послушать светил мировых науки, да? Ну, а в чём-то в текущей работе, может быть, и в чём-то страдает. Поэтому лучше всего, конечно, когда это смешанные системы. Но есть ещё один аспект, он очень такой чувствительный. Я знаю, что и студенты на это обращают внимание, в некоторых случаях даже в суд обращаются. Мы платили за образование, так сказать, в нормальном режиме, а в онлайн у нас там качество падает и так далее. И я понимаю, что они имеют в виду. Я как бы в известной степени разделяю их отношение к этому вопросу. Но есть и дорогая сторона этой медали. Если преподаватель, профессор, доцент читает лекции, энное количество, х часов, он что, оффлайн читает, что, онлайн читает, он всё равно это читает. За что ему меньше платить-то? Понимаете, вот это же вопрос. И если взять структуру расходов высшего учебного заведения, где-то процентов до 70 доходит, примерно 70 процентов – это расходы на заработную плату. Поэтому у высших учебных заведений жирка для того, чтобы снижать оплату за обучение в онлайн, но у них почти нет. Или нам нужно будет закрыть некоторые высшие учебные заведения? Некоторые специалисты считают, что их слишком много, особенно в столичных городах. Но объединять, во всяком случае, нужно. Такой вопрос уже давно поставлен специалистами в области высшего и среднего образования. Мы стараемся делать, и я, во всяком случае, подхожу к этому крайне аккуратно. Здесь нельзя ничего преувеличивать, забегать вперёд нельзя. Но если есть возможность у некоторых вузов как-то с финансами поиграть, то, наверное, можно пойти и на определённое снижение оплаты, там, где она онлайн преимущественно осуществляется. Государство, как я уже сказал, дважды в этом году выделяло поддержку финансовую. Мы готовы делать это в будущем и дальше, исходя из тех реалий, которые складываются в системе высшего и среднего образования. Спасибо. Давайте. Вы знаете, вот Тула сейчас, оператор в Туле, показывает девушку с надписью «Я беременна». Как? Девушка, задавайте свой вопрос. Да. Хорошо. Мы поддержим. Спасибо. Добрый день, Владимир Владимирович. Александр Безокладов, МК в Рязани. Владимир Владимирович, из каждого утюга звучит «этот чиновник ворует, этот плохо работает», но в стране немало примеров положительных, где чиновники готовы жертвовать всем во благо интересов нашей страны. Собственно, об одном из таких чиновников я бы хотела вам сегодня рассказать. 7 октября, в ваш день рождения, на территории Рязанской области случился пожар на военном гарнизоне. Взорвалось 46 тысяч тонн боеприпасов. Сильнейший пожар охватил близлежащие населенные пункты. Жители были, не побоюсь этого слова, в аду. Летали осколки, болванки от снарядов, пожары. Соответственно, многие жители просто не могли самостоятельно покинуть свои дома и квартиры. И вот как раз-таки один из таких чиновников вытащил, спас 7 человеческих жизней. Вначале он спас двух стариков, получил контузию и в дальнейшем вернулся за матерью с двумя детками, 8 лет и 5-месячным малышом, а также за двумя стариками. И все это продолжаясь под снарядами. Владимир Владимирович, жители нашей области подписали в ваш адрес подписи с просьбой присвоить ему звание Героя Российской Федерации. Зовут его Игорь Греков. Владимир Владимирович, на месте происшествия, на месте взрыва, был министр МЧС Зинчев Евгений Николаевич, который видел все своими глазами. Как вы считаете, Владимир Владимирович, он, Греков Игорь, заслужил звание в мирное время, спасая человеческие жизни, рискуя собой? Саша, я сейчас отвечу на ваш вопрос, но у меня вопрос к вам. Как это связано с тем, что вы беременны? Владимир Владимирович, сейчас предыстория. В прошлом году я приезжала к вам на пресс-конференцию, и так случилось за две недели до родов. В этом году, ну вот так, мне не получилось задать вопрос, в этом году Бог дал мне вновь сие счастье, и я решила попытать точку, и мне повезло. Я подумала, что если у меня будет яркая табличка о том, что я беременна, меня наконец-таки заметят. И мне повезло, спасибо. То есть, ладно, понятно, вы нас надули. Ну ладно, хорошо, это не страшно. Значит, по поводу Игоря Грекова, ну действительно, героический поступок, если человек в мирное время рисковал своей жизнью для того, чтобы спасать жизни других людей, он, безусловно, заслуживает государственные награды. Мы подумаем, какой именно. Но то, что вы обратили на это внимание, Саша, вам большое спасибо, значит, вы такой внимательный, душевный, добрый человек, это вам делает безусловно честь. И детишки ваши будут воспитываться в очень доброй, хорошей среде. Я желаю вам всего самого доброго. Обязательно посмотрим на Игоря Грекова, о котором вы сказали. Ладно? Владимир Владимирович, спасибо. И не могу не отметить момент. Форум ОНФ должен был быть в этом году. Он перенесся, и мой коллега направлял туда ролик. И так получилось, что каким-то образом этот ролик оказался в сетях. И теперь у моего коллегу началась настоящая травля. Ну, хотелось бы как-то понимать, и работая с журналистом, что если ты направляешь какую-то социально значимую проблему региона, она не окажется до мероприятия в публичном пространстве. И, соответственно, как-то работа журналиста становится как-то, мягко сказать, небезопасной. А почему, я не понимаю, почему травля началась, я не понимаю. Простите? Травля в связи с чем началась, я не понимаю. Мой коллега обозначил проблему с Новоризанской ТЭЦ, касаемо поставки тепла на поле в регионе. И не знаю, какими силами, кто и как слил имли или кому-то так. Но, тем не менее, этот ролик был только у моего коллеги и, соответственно, исполнительного комитета ОНФ. Но он оказался в соцсетях. А дальше начались видеоролики при помощи журналиста Караулова, проплаченные в социальных сетях пабликах с оскорблениями, клеветой и так далее, так далее. Потому что, вплоть до персональных наговоров и оскорблений. Я прошу прощения, давайте сейчас с вами рядом волонтер, он возьмет у вас все детали. Дмитрий Сергеевич, секунду, секунду, не мешайте Саше говорить. Значит, он писал, ваш коллега, по поводу Новоризанской ТЭЦ, да, какой? Владимир Владимирович, мой коллега, собственно, вот находится рядом со мной. Дайте ему, пожалуйста. Здравствуйте, Антон Насонов, главный редактор 62.info, город Рязань. Я один из победителей у всероссийского конкурса ОНФ «Правда и справедливость» и готовил видеоролик, видеосюжет о проблемах города, связанных с Новоризанской ТЭЦ. И этот ролик, который был только у меня, у ОНФ Рязанского и Центрального Московского, он был слит в социальные сети. И, ну, как уже сказали, да, меня там оскорбляют, обвиняют в продажности и прочем-прочем. В продажности кому? Я никак не могу в толк взять. Кто вас обвиняет? Вы же там боретесь как бы за интересы граждан. Кто вас обвиняет в какой продажности? Кого продали-то? Я не понимаю. Вы никого не отравили, никого не убили? Что-что? Вы никого не отравили, никого не убивали. Кто вас в продажности? Чего продали-то? Я не понимаю. Ну, считают, что я несправедливо критикую Новоризанскую ТЭЦ. А, понятно. Ну, ладно. Значит, ну, я думаю, что вы понимаете, что ваша работа, Антон, связана с определенными рисками. Здесь ничего не поделаешь. Наоборот, мне кажется, наоборот. То, что вот такая бурная реакция пошла, в том числе, я так понимаю, что проплаченная реакция, должна вас убеждать в том, что вы на правильном пути. Что касается Новоризанской ТЭЦ, я не знаю, в чём там проблема, конечно, я не видел ваших материалов. Но попрошу своих коллег, соответствующих этому направлению работы, тем, кто занимается этим направлением работы, обязательно посмотреть. Это частная какая-то ТЭЦ или что? Это частная организация, которая арендует мощности у города Рязань. Ну, оборудование. Я посмотрю обязательно, ладно? И попрошу соответствующую структуру обратить внимание на вашу информацию. Вам спасибо большое, а вы держитесь, мужайтесь. Ну, ничего, здесь такого необычного не происходит. Такова жизнь, борьба. Обо мне тоже всякую фигню пишут. Ну, что теперь сделать? Ладно? Вам всего доброго, удачи вам. Значит, смотрите, по поводу Игоря Грекова, он кем работал-то? Он кем работает? Что он за чиновник-то? Сашу верните, пожалуйста. Да, это Тула, Тула. Да, Саша, он кем работает? Вице-губернатор. Вице-губернатор Рязанской области. Молодец. Значит, смотрите, у меня есть другая бумажка. Спасибо, спасибо, Саша. Вот, у меня есть другая бумага. Значит, из Ленинградской области, Волосова. Вот, вот что пишет Терехов Анатолий Николаевич. Значит, у него диалог с одним из чиновников. Я так понимаю, что Волосова, наверное. Значит, который ему говорит, он пришел с каким-то вопросом, тот ему говорит, это вам Путин обещал? Вот, у него и спрашиваете. Я не обещал. И дальше вопрос. Почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно? Вот, есть такие люди. Вот, Анатолий Николаевич, обращаю ваше внимание на то, что сейчас Саше было сказано. Есть совсем другие люди, вот как Игорь Греков, а есть вот те, о которых вы говорите. Ну, в каждой среде есть разные люди. В семье не без урода. А по поводу того, кто с вами так по-хамски обращался, мы постараемся выяснить. Я, во всяком случае, попрошу губернатора, чтобы он с вами связался и навел порядок там в своих рядах. Давайте, Анатолий Сергеевич, дальше. Давайте в Санкт-Петербург. Не были еще в Санкт-Петербурге. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Приветствуем вас из Санкт-Петербурга. И у нас здесь собрались журналисты со всего северо-западного федерального округа. И, кстати, вот обратите внимание, у нас таблички очень такие скромные, не кричащие, такой интеллигентный петербургский намек. Начнем? Могу я задать? Могу я выбрать журналистов? Мне очень нравится уже прямо написанный вопрос у журналисты газеты «Санкт-Петербургский дневник». Это «Когда откроют границы?» Я прочитала, простите. Не удержалась. Это вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович, Кирилл Смирнов, газета «Петербургский дневник». Вопрос действительно, когда откроют границы. Вы знаете, что буквально несколько недель назад Санкт-Петербург был признан лучшим туристическим центром международного значения. Он оставил позади достаточно серьезных конкурентов и Париж, и Нью-Йорк, и Рим. Между тем, сегодня все-таки вопрос открытия границ, он важный с точки зрения структуры доходов бюджета. Мы знаем, что идет работа по тому, чтобы наладить авиасообщение. Есть даже такие неожиданные страны, в которых, может быть, немногие из российских жителей когда-либо были, с которыми сегодня уже налажено авиасообщение. Но вместе с тем в структуре доходов, конечно, выпадающая роль сегодня у туристической индустрии. И крайне важно понять, несмотря на то, что, конечно, пандемия сегодня играет важное значение, все-таки есть ли шанс на то, что границы будут открыты в ближайшее время. Спасибо большое. Кирилл, мы с вами любим Петербург. Все. Я думаю, что подавляющее большинство жителей страны тоже с большим пиететом относятся к нашему родному городу. Тем, кто не бывал еще в Петербурге, я очень рекомендую это сделать. Одна из лучших мировых столиц, без всякого сомнения. И, конечно, это такой магнит для туристов. Мы всячески помогаем Петербургу, в том числе при визовом обслуживании посещающих Петербург, в том числе на паромах. Мы стараемся создать другие благоприятные условия для того, чтобы туристическая отрасль в целом по стране развивалась, в Петербурге тоже. Границы же связаны… Да, я поздравляю Петербург с тем, что он выиграл вот этот конкурс международный. Заслуженно выиграл, без всякого сомнения. И не только потому, что это город замечательной архитектуры мирового класса, где творили самые лучшие зодчие с мировым именем Растрелли, Трезини и так далее, но еще и потому, что современный Петербург активно развивается, создаются новые среды городские, создаются новые путепроводы, инфраструктура развивается активно. Это все создаёт… Да, объекты красивые очень, и культурные, и спортивные, и «Газпром-арена», и другие. Потому что замечательно всё это. Петербург в состоянии принимать и принимает соревнования самого высокого уровня, и делает это очень достойно, на самом лучшем образом. Всё это, конечно, привлекает внимание к Петербургу. Закрытие границ с этим связано, с тем, что кто-то хочет ограничить Петербург. Сейчас уровень заболеваемости ковидом в Петербурге какая? Высокая с точки зрения даже средних цифр, конечно. Поэтому, собственно говоря, наверное, введены те ограничения, которые сегодня действуют внутри региона, в том числе и в новогодние праздники. Ну вот об этом-то и речь. Об этом и речь. Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом где-то, не помню, сколько там, процентов 85, а в Петербурге больше. Поэтому с этим связано. Связано с необходимостью защиты жизни и здоровья петербуржцев. Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. А в целом, конечно, очень бы хотелось, чтобы и наши граждане Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно. Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем. Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности – это перевозки авиационные. И в этом смысле, конечно, очень важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям летать за границу. У нас за границу летает 32 миллиона человек. Давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 35 миллиардов долларов в год, в 2019 год. 35 миллиардов долларов. Вот такие вот, если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, то это будет здорово. Петербург этого заслуживает и уверен сделать это на самом достойном уровне. Как только, так сразу. Будьте любезны, покажите журналистов, которые перед Владимиром Владимировичем сидят в Ново-Огарёво. Так. Вот давайте Первый канал. Первый канал еще не задавал вопрос. Микрофон. Добрый день. Константин Панюшкин, Первый канал. Хочу вспомнить времена до пандемии, начала года, когда еще правительство и вы не были вынуждены заниматься ручным антикризисным управлением. Вы тогда говорили о таких понятиях, как вот рывок. И тогда журналистам казалось, что правительство Мишустина пришло как раз под реализацию этой самой цели. Но большие амбициозные планы пришлось отложить. И даже, как мы видим, реализация национальных целей отложена до 30-го года. Вот в связи вот вопросы. По поводу национальных целей. Действительно, тут верноват коронавирус? Или же все-таки был прав Алексей Кудрин, когда говорил, что нацпроекты не способны помочь в достижении национальных целей к 2024 году? По поводу правительства, ну как справляется по вашему команду Мишустина? И, ну, недавно были перестановки, и ходят слухи, что могут быть новые. И последнее – это рывок, когда теперь дойдет до него. Спасибо. Значит, у нас стратегические цели никуда не исчезли, они не откладываются. Конечно, коронавирусная инфекция внесла свои поправки. Я уже сказал, что мы, допустим, некоторые программы, как, ну, вот то, что я уже говорил, развитие первичного звена здравоохранения, вынуждены были сдвинуть на полгода вправо. По некоторым другим тоже. Нам же нужны были источники для того, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, с поддержкой граждан страны, с поддержкой пострадавших отраслей экономики. У нас, смотрите, значит, мы на поддержку граждан, только напрямую поддержку граждан направлено в 838 миллиардов рублей. Это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях, так же, как и на поддержку, скажем, пострадавших отраслей. Но стратегических целей никто не отменял. Правительство работает достаточно эффективно. Ну вот, сейчас мы вспоминали про цены. Видимо, там, я знаю, что ваши каналы показали там нашу дискуссию с некоторыми членами правительства в связи с этим. Я считаю, что упустили этот момент некоторые коллеги в правительстве, не с вооружением среагировали. Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно. Вот я без преувеличения могу сказать днём и ночью. И, конечно, за это их можно и нужно поблагодарить. Что касается изменений, это инициатива председателя правительства. Он вправе набирать свою команду. Я с ним согласился по этим изменениям. Каких-то других я не вижу. Сам председатель ничего не инициирует больше. Мне кажется, что нужно, чтобы сложившийся коллектив работал, работал слаженно. Здесь нужна определённая стабильность. Так что я говорю ответ на часть вашего вопроса. Пока ничего там не планируется, никаких кадровых изменений. А стратегические цели, да, правительство формировалось под эти стратегические цели. И я полагаю, что оно этим задачам отвечает. У нас, повторю ещё раз, они все определены, задачи. Ясно, что была критика изначально. Способны ли мы достичь вот этих целей национального развития, используя те инструменты, которые называются нацпроектами, для того, чтобы добиться нужных целей. В целом, да. Есть, безусловно, вопросы, требующие дополнительного внимания, изучения. Но мы с регионами всё в целом отработали. И несмотря на эту пандемию, мы будем развиваться. Вот опять пример первичного звена. Как было запланировано 500 миллиардов плюс 50 от регионов, так и будем это делать. Мы никуда эти деньги не снимаем. Всё будет по плану. Давайте в ЦНТ продолжим. Вот НТВ. Я пообещал. Извини, Дмитрий Николаевич, сейчас девушка пообещала здесь. Микрофончик дайте, пожалуйста. Спасибо. Исель Гериханова, Российская газета. Владимир Владимирович, изменение Конституции именно в этом году, именно сейчас. Почему? Вы знаете, всё хорошо в срок, в своё время. И борьба с подъёмом цен в своё время должна была быть сделана. И изменения в основы закон тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно. Во-первых, хочу сказать, что фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений. Это очень важно. Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и, прямо скажем, боевых действий в столице Российской Федерации, в Москве. Здесь люди гибли, применялось автоматическое оружие, и в тех условиях танки стреляли по парламенту, и в этих условиях была принята Конституция. Это же, знаете, мы стараемся, память такая же, стараемся выкинуть из памяти самое плохое. Но это было. И было не где-то там, а вот здесь, у нас. В этих условиях была принята Конституция. Она в известной степени сыграла такую стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определённую базу политическую для развития. Но сейчас у нас другая ситуация. И в соответствии с этой ситуацией мы должны были поменять и основной закон. Во всяком случае не поменять, а внести какие-то коррективы, поправки. Некоторые вещи мы не могли раньше даже делать. Например, вот эти социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий. Ну о чём мы говорим-то? В 1993 году как можно было в Конституции записать обязательства государства индексировать пенсии? Да там не платили по полгода. И денежные удовольствия не платили, и пенсии не платили. Это же всё было. Это же никуда не делось. Это всё было фактом. А сейчас другая ситуация. Сейчас нужно не позволить и сегодняшним руководителям, и будущим не делать этого, потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать. А значит, это может и должно быть зафиксировано в основном законе страны. Так же, как и проблемы, связанные с борьбой с бедностью. Здесь вот коллега с самого начала говорил о том, как тяжело живёт со многим российским семьям. Да, это так и есть, но минимальный размер оплаты труда не может быть ниже ПМа, ниже прожиточного минимума. Мы можем это сделать? Думаю, что можем. Поэтому это зафиксировано в Конституции. Там есть другие проблемы, возникают. Вот по поводу, вот я читал один из вопросов, и уборщица, и преподаватель получался, что ПМ, значит, МРОД подтянули, а другие категории работников им зарплату не подняли. Но государству придётся это сделать теперь, в том числе и на основе Конституции, опираясь на Конституцию, что ПМ не может быть, МРОД не может быть ниже ПМ. Понимаете, это всё связано, но да, надо напрягать будет усилия в соответствии с требованиями Конституции. В этом смысл изменения в закон. Или, например, мы говорили о приоритете российского, здесь зафиксировали в поправках, приоритет российского конституционного права над международными всякими там нормами. Ну, или говорим о неприкосновенности нашей территории. При состоянии армии в 1993 году можно было, ну, можно, говорить можно всё, что угодно. Мы могли обеспечить, нет. На каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правильно? А на обычные вооружённые силы у нас практически развалились. Я же говорил об этом. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тысяч штыков не могли собрать дееспособных. Со всей страны армия была больше миллиона численностей. Теперь другая ситуация. Теперь даже наши оппоненты, так я их называю, уже говорят, да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффективнее. Одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день. Всё вот это мы теперь можем зафиксировать в основном законе. Эта ситуация созрела. Мы это сделали и сделали своевременно. Кстати говоря, поправок было сколько? Тысячи, если не сотни тысяч поправок пришли. Я хочу поблагодарить граждан за это активное участие. И то, что мы провели вся российское голосование по этому вопросу, столько людей пришло на избирательные участки, это по сути, по факту референдум. Граждане стали авторами поправок в основной закон Российской Федерации. Это важно, это нужно. И хочу ещё раз выразить слово благодарности всем гражданам страны, которые поддержали поправки в основной закон. Так, мы не были ещё в Ставрополе. Давайте Ставрополь, дайте, пожалуйста. Это Ставрополь, Юг России. Мы даже поспорили бы с Ростовом-на-Дону, кто находится южнее, потому что Южный округ, конечно, находится там, но географически самая южная точка России расположена на Кавказе. Именно журналисты, представляющие Северо-Кавказский федеральный округ, собрались сегодня здесь, в нашем зале, готовы задавать свои вопросы. Ну, если не возражаете, давайте сразу к вопросам перейдём, Дмитрий Сергеевич. Если делегируете мне эту возможность, я думаю, что право первое выступить от Кавказского региона предоставим представительство прекрасного пола. Наверное, не знаю, ну вот, давайте в центре, вот, раз, два, три, четвёртый ряд. А вот вы, будьте добры. Пожалуйста. Спасибо, Зарина Черчесова, служба. Да, слушай. Зарина Черчесова, служба радиовещания ГТРК «Алания». Ну, без темы ковида никак нельзя, она у нас у всех в головах, всё-таки пандемия нанесла ущерб всем сферам жизнедеятельности, хотя, прежде всего, здравоохранению, ещё до пандемии это низкие заработные платы, это разрушительная оптимизация. Вместе с тем регионы стали пересматривать свои приоритеты. И среди ключевых задач сегодня развитие внутреннего туризма. И это очень важно для Северной Осетии, поэтому, Владимир Владимирович, хотелось бы узнать, какие у вас планы по дальнейшей поддержке этого сектора экономики, который во многих странах он всё-таки вносит весомый доход в бюджеты, к примеру, Турции, где очень много различных преференций. Ну, и не могу не сказать, что Северная Осетия всегда славилась своими здравницами и уникальными источниками. И сегодня в Северной Осетии есть все условия для развития туризма. Это и горнолыжные, это и гастрономические, но самое главное – бальнеологические. Но есть одно «но» – это вопросы инфраструктуры и без федеральной поддержки региону не обойтись. Спасибо. Мы уже начали говорить, это, Зарина, приметельно к Петербургу. Там ждут открытия границ для того, чтобы иностранные туристы приехали. И вы слышали, наверное, часть моего ответа, связанная с тем, что, на мой взгляд, это важно, очень важно, дать возможность нашим людям, а люди наши привыкли за границей отдыхать, в значительной степени. 32 миллиона ездят. Но не менее важно развивать внутренний туризм. Согласен, полностью. В этом году, как вы видите, мы стараемся по разным направлениям это сделать, в том числе и так называемый кэшбэк, возврат денег, часть денег, заплаченных за эти турпоездки. Но на что хочу обратить внимание. Мы предусмотрели на возврат, на этот кэшбэк, 15 миллиардов рублей. Освоено только 1,2 миллиарда. Но договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределим, мы будем использовать не меньшие суммы в следующем году и постараемся наращивать этот вид услуги. Надо, чтобы это информационно не разошлось так, как нам нужно. Поэтому обращаюсь к вам и к вашим коллегам, к средствам массовой информации, тем, кто в интернете работает. Нужно поддержать направление развития внутреннего туризма и почаще показывать и рассказывать о тех возможностях, которые предоставляет наша страна и различные ее регионы для наших же граждан, ну и для наших гостей из-за границы. Разумеется, конечно, я вижу, знаю, понимаю, вижу людей, которые говорят, да, так красиво, но, извините, ни туалета нет, ни руки помыть, ни питание не налажено, ни проехать, ни пройти. Там все понятно. Это требует времени и, конечно, колоссальных денег. Но прежде всего мы, конечно, исходим из того, что деньги будут вкладывать те бизнес-структуры, которые работают в этой сфере. Государство должно оказывать необходимую поддержку, разумеется, инфраструктурную прежде всего. Соответствующие средства мы будем на это выделять, они предусмотрены. Как я уже сказал, будем поддерживать и бизнес в целом, региональный в том числе. Ну и создаётся структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Сейчас только вот недавно, буквально позавчера, вчера я разговаривал с Медикой Черношенко, который у нас ведёт это направление. Он активно очень включился, борется. Он ваш активный сторонник. И мы отдаём себе отчёт в том, насколько это важно и для государства. Вы упоминали Турцию, да, на рядышком. Там выстроена в течение многих десятилетий выстроена соответствующая система. И государство оказывало такую массированную поддержку этой отрасли. Это не исключение. В некоторых, я уже приводил эти примеры, ну, скажем, в области судостроения, допустим, Южная Корея в своё время выстроила целую систему государственной поддержки, в том числе на уровне налогообложения. Потом они всё нормализовали, когда отрасль выросла. Сейчас самые крупнотоннажные суда там строятся именно в Южной Корее. То же самое Турция делала в отношении своей туристической области. Вот мы примерно в этом же направлении будем двигаться. Ну, а средства, которые, повторю ещё раз, были предусмотрены 15 миллиардов на этот год, мы их перенесём на следующие. Мы с вами работаем уже больше двух часов. У кого одноразовые маски, не забывайте их менять. Если у вас нет, то наши коллеги предложат вам свежие маски. НТВ я обещал слово, да. Да, Дмитрий Сергеевич, сейчас секундочку. Я вот, чтобы нам разбавить, смотрите, по поводу, уже был вопрос по поводу интернета и возможности учиться онлайн. Много вопросов у меня, много. Качество связи и доступ в интернет. Актуально, особенно для тех, кто онлайн учится. Это понятно. Я уже сказал, что для школ мы в 2021 году внедрим скоростной интернет повсеместно, по всем школам. И здесь важно очень ещё, конечно, по населённым пунктам. Это до конца 2021 года должно быть обеспечено универсальное, создана универсальная система связи, и телефоны, и интернет. Для населённых пунктов от 250 до 500 человек до конца 2021 года. Я сейчас не буду перечислять очень много вопросов здесь на этот счёт. Но вот в этих населённых пунктах здесь вот такие смешные есть вопросы, нам по деревьям что ли лазить и так далее. Я всё понимаю, есть сложности. Значит, до конца 2021 года по этим населённым пунктам должна быть проблема закрыта. На эти цели мы выделяем 12,6 миллиарда рублей. Они предусмотрены в бюджете и будут осваиваться. Надеюсь, что они будут осваиваться таким образом, что люди почувствуют изменение качества. Мы до 2030 года в населённых пунктах от 100 до 250 человек. Там наиболее затратно, но тем не менее тоже это будем делать. Но это так, чтобы разбавить диктат Дмитрий Сергеевич. Так, и всё-таки НТВ. Да. Пожалуйста. Дайте, пожалуйста, микрофон. Да, Бог любит Троицу. Владимир Владимирович, добрый день. Сергей Халашевский, телекомпания НТВ. У меня вопрос, позвольте, о внешней политике, о так называемых наших западных партнёрах. Вот за последние 4 года кто из мировых лидеров, по вашему мнению, был для вас самым трудным и самым комфортным переговорщиком. Я вот, например, помню, как вы на саммите одной из двадцаток проводили урок географии для мессии Макрона и фрау Меркель. Это касалось там инцидентов в Керченском проливе. А как вам Дональд Трамп, например, или Реджеп Эрдоган, вы с ним говорили по Карабаху. Интересный человек. Не говоря уж о Александре Григорьевиче Лукашенко. Тоже, наверное, интересный собеседник. Если позволите, ещё один вопрос, он касается проекта «Северный поток-2». США оказывают по этому проекту беспрецедентное давление на Европу, но, что удивительно, Европа, в частности, Германия сопротивляется. Как вы считаете, какие перспективы достроены или нет? Спасибо. Значит, по поводу удобных, приятных и неприятных партнёров, ну нет таких. И мне нет необходимости никаких уроков никому давать. Все люди очень грамотные. Поверьте мне, это люди очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение тех задач, которые стоят перед их странами, и прежде всего это так, ну разными методами, но тем не менее. Вот эта известная сентенция, нет там хороших и плохих, есть интересы национальные. И у меня то же самое. Я не делю на хороших и на плохих. Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России. Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции, но это всегда так бывает. Всё другое контрпродуктивно. Вы упомянули некоторые страны, но не все, с которыми у нас большой комплекс отношений, а Китай. У нас совпадающие интересы по очень многим направлениям. Может быть это, а может быть и какие-то там флюиды на личном уровне. И всё это способствовало тому, что у меня очень добрые, деловые прежде всего, но в то же время очень доверительные, дружеские отношения с председателем Си Цзиньпинем. И это, конечно, помогает в работе. У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может быть иногда даже противоположные там взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идёт до конца. Это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем умеешь делать. Надеюсь, что по «Северному потоку-2» вы сказали. Северный поток-2, он, вне всяких сомнений, это абсолютно очевидная вещь, так же, как «дважды-два-четыре», выигрышная, выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности. Потому что другой вариант покупка более дорогого первичного энергоносителя, американского жиженного газа, по цене на 20% выше, чем наш трубный газ. Что это означает? Снижение конкурентноспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйства. Вот и всё. Это абсолютно очевидная вещь. Здесь не нужно вообще быть газовиком каким-то или экономистом. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии. До сих пор, во всяком случае, представители немецкой экономики, а у нас там очень много друзей, очень много друзей, просто без всякого преувеличения, и политическое руководство Федеративной Республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всяком случае занимает открытую позицию по поддержке этого проекта. Осталось там 160 километров, если считать в однониточном исполнении, на обе нитки 160, с небольшим 165, что ли, всё. То есть он практически завершён. Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация отнесётся к своим партнёрам, к своим союзникам с уважением. Не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами и вернётся в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект тоже будет реализовываться. Мы не были давно в колл-центре. Давайте колл-центр. Мы уж решили, что вы про нас забыли, а вопросов очень много, их число постоянно увеличивается. Я напомню, что задать вопрос президенту можно через сайт «Москва Путину» или через специальное приложение. Здесь можно записать, например, видео или отправить текстовое сообщение. Давайте обратимся к нашим волонтёрам. Рядом со мной Саша Печенегин. Во время пандемии он с коллегами обработал более 19 тысяч обращений от граждан, в том числе по доставке лекарственных препаратов. Саша, расскажите, какие вопросы от граждан вы получили сегодня? Да, действительно. Сейчас очень много вопросов, связанных с выплатами, с выплатами социальными мерами поддержки, особенно от матерей. Граждан очень интересует вопрос, будут ли какие-то новые выплаты, потому что сейчас в различных областях, например, в Архангельской, в Ульяновской области, в Тамбовской, да, можно многие регионы упомянуть, но люди не знают, что им положено, а куда им обратиться. В Москве, например, жалуются на МФЦ, потому что люди не успели подать заявление на подачу выплат, потому что МФЦ просто закрылись из-за коронавируса, а автоматически услуга через сайт госуслуги просто не работает. Поэтому люди действительно это волнуют, они не понимают, куда обратиться. В связи с этим, наверное, самый главный вопрос, Владимир Владимирович, в следующем году планируются ли выплаты дополнительные именно на детей? Потому что чаще всего ведь это проблема, и помощь государства, которая сейчас оказывается, она фактически является единственной. Спасибо. Спасибо. Значит, что касается выплат на детей, я, по-моему, уже в начале достаточно подробно об этом говорил, как организована эта работа. Значит, для детей от нуля до полутора лет, от полутора лет до трёх и от трёх до семи. Если вы видите, вернее, ну не вы видите, а люди к вам обращаются и говорят о том, что не понимают, куда обратиться, есть сложности с этим, то, наверное, все со мной согласятся, что для того, чтобы перед тем, как думать о том, что и как нужно сделать дополнительно, а у нас очень много направлений. Это только то, что я перечислил. Есть и другие формы поддержки и по регионам, и в зависимости от ситуации, демократической ситуации в каждом регионе, там тоже есть свои направления поддержки. Значит, для того, чтобы сделать следующие шаги, нам нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось. И я обязательно проговорюсь с полпредами президента в регионах, так, и с губернаторами. Мы обязательно к этому вернёмся. Значит, делается это в основном через пенсионный фонд, через МФЦ. Но если он где-то закрылся, значит, нужно какие-то решения по этому поводу принимать. Я могу только вам выразить слово в благодарности за то, что вы обратили на это внимание, отреагировали на то, что к вам люди с этим обращаются. Вам спасибо за то, что вы… Действительно, важная работа, которую делали волонтёры. Мы смогли лично пообщаться с заявителями. Где-то получилось, где-то нет. Уточняли определённую информацию. Спасибо большое за такую возможность. Ну, очень странно. Для меня очень странно это звучит. И тревогу даже вызывает, что люди не могут соответствующим образом воспользоваться своими правами. Я вас уверяю, мы обязательно, то есть не вас даже, а прежде всего тем, кто к вам обратился, обязательно отреагируем на это. Да? Давайте. В этой связи здесь много вопросов по системе здравоохранения, конечно. Ну, например, Алтайский край, закрытие Онежской центральной районной больницы. Это такая серьёзная… Здесь человек, который обращается, это Наталья Михайловна Дубовикова, да? Так, наверное, фамилия звучит правильно. У людей паника в этой связи. Я, Наталья Михайловна, посмотрю обязательно. Вот я и обращаю внимание губернатора Алтайского края и полпреда. Такое случается и, к сожалению, нередко, когда лечебное заведение, либо учебное заведение, школа закрывается в небольшом населённом пункте, полагая, что оно нерентабельное и так далее. Но если людям некуда обратиться больше, то, имея в виду огромность нашей территории, надо это учитывать. И мы постараемся это отрегулировать обязательно. Пожалуйста, давайте дальше. Давайте здесь ЦМТ. Андрей Колесников. Давайте. Добрый день, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, с лёгкой руки Валентины Терешковой в Конституции появилась статья, которая приводит к обнулению президентских сроков, ваших президентских сроков. То есть вы можете приступить, собственно говоря, в 2024 году снова. Что это означает? Вы правда готовы приступить? Или вы не хотели бы стать, например, хромой уткой, по крайней мере, раньше времени? Про что, собственно говоря, вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей? В глазах многих людей, в том числе и в моих, это было довольно жестоко по отношению к Конституции. Владимир Владимирович, я хочу спросить, оно того стоило? И, если позволите, второй вопрос. Вот нас начинающий журналист учил, так сказать, задавать два вопроса, не такой уж он начинающий, два вопроса подряд. Несколько дней назад вы высказались по делу Ивана Сафронова. Главное из того, что я уловил. Если он брал информацию из открытых источников, то ему никак нельзя предъявить статью госизмена. В этом, как я понял, состоит ваше убеждение. Скажите, удалось ли вам за эти несколько дней выяснить подробности этого дела, как вы собирались? Из каких, например, источников следствие считает, он брал информацию? И не слишком ли легко и часто стали применять эту тяжелейшую статью? И я вот что еще хочу сказать. Если даже предположить, вот вчера появилась информация сразу в нескольких СМИ, что он брал информацию, может быть, и из неоткрытых источников. Если даже это предположить, ну ладно, в конце концов, но он мог оступиться. Это был бы, если бы это было, идеальный случай, когда не ведал, что творил. Уверен, что его в такой ситуации можно было бы простить. Я знаю Ивана не хуже, чем знал его отца, кристально честного человека. И в этой ситуации я готов поручиться, например, за Ивана Сафронова прямо сейчас и не повториться, Владимир Владимирович, если что. А если повториться, пойдем вместе. Но не с вами, а с ним. По поводу того, что стоило делать или нет, не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Знаете, у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило. А если пойдет, то стоит делать. Я для себя еще не принял решение. Пойду я, пойду, не пойду на выбор в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делают ли они и делают, посмотрю. Значит, это первое. Теперь, что касается Сафронова. Из открытых источников он брал информацию или из открытых, это следствие должно разобраться с этим. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность. Андрей, в этом же весь цимус, весь смысл того, что происходит. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его, значит, прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника, там, или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в Роскосмосе работал. Не связано с журналистской деятельностью вообще. Вы сказали, что он мог оступиться. Ну, да, бывает. За это можно было бы простить. Бывает и так. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного. Какой он реально вред нанёс. Вообще, ему меняется там шпионаж, на самом деле, измена, но самый большой грех, который у нас есть, это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбы – это предательство. Я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял этому человеку, доверяет и хорошо к нему относится. Я вам сочувствую. Также, честно говоря, как ни странно, могу ему посочувствовать, если он действительно оступился. То есть, он в течение длительного времени сознательно собирал информацию и сознательно сдавал её представительному спецслужбе за вознаграждение. Но всё-таки это говорит о его внутреннем содержании. Повторяю ещё раз. Суд в конечном итоге должен будет определить степень общественной опасности и принять решение. Можно ли его потом, простите, помиловать – это вопрос следующего этапа. Пока об этом говорить преждевременно. Давайте мы продолжим здесь. Давайте, может, про спорт. Вот Матч ТВ. Давайте. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ольга Бгословская, Национальное спортивное телевидение, телеканал Матч ТВ. Но прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что вы отметили наше пятилетие. Это для нас действительно такая очень знаковая дата. И за то, что вы высоко оценили работу нашего профессионального коллектива. Действительно, спасибо. Мой к вам вопрос, он отчасти касается спорта, потому что тема, она значительно шире. И я говорю о той ситуации, в которую недавно попал один из наших ведущих футболистов, Артем Дзюба. Его видео личного характера было выложено в интернет. И был очень большой общественный резонанс. Практически на всех медийных площадках это обсуждалось. Кто-то посочувствовал ему, кто-то наоборот, но забывая о том, что он не сам выложил это видео, что помогли хакеры, если можно сказать, что они помогли это сделать. А по сути, мягко говоря, нечестные люди. И почему я сказала, что этот вопрос только отчасти спортивный. Вот сейчас в эту ситуацию попал спортсмен. Дальше может попасть кто угодно другой. Вот мой вопрос к вам такой. Должна ли вот такая ситуация влиять на профессиональную деятельность? Не только спортсмена, но в принципе человека. Спасибо большое. Ответ, наверное, очевидный. Конечно, не должна. Он пускай сам сам разбирается со своими связями, со своими делами личными. Но вылезать в личную жизнь, конечно, недостойно этого нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет. И для публичных людей, а он всё-таки человек публичный, это было неизбежно. Но для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок. Имейте это в виду. Первое. А второе, ну, как бы так, имейте в виду, что есть ещё определённые общие правила, и лучше их придерживаться. Ну, а должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Конечно, нет. Вот я в этой связи у меня... Ну, не в этой связи, а есть один... А вы смотрели это видео, да? Вы знаете, Владимир Владимирович, я думаю, что в той или иной мере вся страна смотрела, а я не до конца досмотрела это видео. Нет, вы знаете, но по первым кадрам было понятно, о чём идёт речь. Я, например, не смотрел. Ну, наверное, в курсе. Ну, я не смотрел, но я читаю вот всякие, не всякие, а разные письма, которые приходят ко мне, в том числе и через колл-центр, как-то я уже говорил. Вот, например, Краснянский Юрий Алексеевич из Мурманской области. Он пишет про скорую помощь. Это у нас... Это село Алла-Куртки. Алла-Куртки. Пишет, что у нас одна машина с одним фельдшером. Так, значит, можете добраться до амбулатории самостоятельно. Если, конечно, сможете это сделать. И дальше. В амбулатории у нас сидит один врач общей практики. Бабушка, 86 лет. Которая с трудом может отличить геморрой от ангины. Вот. Ну, в общем, такая проблема там с транспортом и с медобслуживанием. Во-первых, хотел бы в этой связи что сказать, уважаемый Юрий Алексеевич. Ну, во-первых, если это действительно так, если у вас бабушка 86 лет, работает фельдшером, но она явно ветеран труда, это говорит о том, что к ней нужно относиться с особым уважением. Я именно так хочу подчеркнуть, что именно так и должно быть. Значит, что, во-первых, она на посту, несмотря ни на что. И фундаментальная основа подготовки медицинских работников еще в советское время, да и в царской России, она всегда, этот уровень всегда вызывал уважение. Вот. Это первое. Второе. Ну, вы ей помогите. Если она может геморрой и тангина отличить, значит, ну, надо помогите ей как-то, чтобы она там не искала, время не тратила. Значит, поддержите ее. А мы постараемся поддержать вас. Я уже говорил о том, что транспорт мы начали закупать уже, в том числе для фельдшерских пунктов, уже в опережающем порядке в этом году. Я обязательно попрошу соответствующие правительственные структуры и губернатора Мурманской области обратить на это внимание и на ваше село, и на этот фельдшерский пункт, на скорую помощь, на обслуживание по этому направлению. И, конечно, поможем с автотранспортом. Пожалуйста. Так, у нас Владивосток уже входит совсем в поздний вечер. Давайте Владивосток еще раз. Добрый вечер. Дальневосточный федеральный округ действительно уже приближается к полуночи и оттого удивляет терпение, азарт и, самое главное, не оставающая энергия журналистов. Здесь лучшие профессионалы Дальнего Востока, поэтому очень сложно выбрать. Дмитрий Сергеевич, с вашего позволения разрешите мне это сделать? Давайте. Слушайте, ну, простите меня, пожалуйста, вы все очень большие молодцы. Но вот мне кажется, вот девушка в лимонном плаще с табличкой, где есть надпись «Политика и люди». Мне кажется, что это вот определяющий элемент современной жизни, то реальность, в которой мы все находимся. Представьтесь. Спасибо большое. Профессионально хочется вырвать микрофон. Агентство «Прима-Медиа» Оксана Киселева. Я думаю, что 2020 год на Дальнем Востоке запомнится не только пандемия, которая характерна для всех регионов, но и смена губернаторов нескольких регионов. Еврейская автономия, Камчатка и Хабаровский край. То, что происходило в Хабаровском крае, это особенно запомнилось. И не только хабаровчанам, которые выступили в поддержку теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала. Акции прокатились также в Приморском крае, на Сахалине, на Камчатке, в Магаданской области и так далее. Владимир Владимирович, на днях Ваш полномочный представитель на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сказал в интервью «Прима-Медиа», что несмотря на симпатии многих людей к Фургалу, фактически многие стройки оказались завалены. Да и работать с ним, с Фургалом, подчас было сложно. Но сейчас у меня к Вам вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас новая информация от следственных органов, которая подтверждает серьезность обвинений в отношении Фургала? И еще, что касается протестных настроений, слышите ли Вы людей, недовольных решениями представителя власти разного уровня? Я имею в виду не только политические решения, но и сферу экологии, культуры и так далее. Спасибо. Оксана, что могу сказать про Сергея Фургала? Он представитель известной партии, и партия его поддерживала, и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения, и он вполне, что называется, в общих чертах, и, так сказать, лояльный был к федеральной власти человек, никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, я не знаю тех оценок Трутнева, но на мой взгляд он работал в целом вполне исправно, и, в общем, старался как руководитель региона. Но обвинение в ее адрес очень тяжелое, как члена ОПГ, которая занималась в том числе устранением и конкурентов в ходе коммерческой деятельности. Там речь идет об убийствах людей, не о воровстве каком-то там, не о потасовках, не о преувеличении злоупотребления служебным положением. Речь идет об убийствах. Послушайте, это серьезное обвинение. Вы сейчас меня спросили, есть ли какие-то дополнительные данные. Следствие работает, я же ни названию туда каждый день, ни дополнительных данных не требую. Надо дать им возможность спокойно закончить эту работу и передать дело в суд. Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан, задержан по таким обвинениям, потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу. Я понимаю, ну а как быть с этими обвинениями-то? Это же не какое-то политическое преследование. Это уголовное дело просто. И когда речь идет о представителях других партий, все то же самое происходит. А представители Единой России, разве мы не знаем случаев, когда руководители регионов от партии Единая Россия, совершившие правонарушения, были осуждены судом достаточно длительным сроком заключения. Некоторые из них до сих пор отбывают наказание. Ну что, должны для каких-то партий делать какие-то исключения, что ли? И из всех политических спектров. Представители всех политических партий, к сожалению, у нас, мы сталкиваемся с такими явлениями. И правоохранительная и судебная система страны должна абстрагироваться от всяких политических пристрастий. И ко всем относиться одинаково. То же самое касается и Фургала. Перейдем в Новосибирск. Да, он меня уже тут начинает кричать. Вы знаете, за время, пока идет пресс-конференция, Владимир Владимирович, люди успели не только поменять одноразовые маски, у меня есть коллеги, но и перерисовать плакаты. Но остались те, кто пришел без плакатов. И я попросили, да? Вот просит человек без плакатов. Пожалуйста, вот человек без плакатов, дама в черной маске, которая ее поменяла, но не нарисовала плакат. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Малышкина арена, Вести Иркутск. ГТРК Иркутск, то есть это Иркутская область, Байкала, значит это экология. Я уже привыкла, спасибо. Владимир Владимирович, добрый день. И хотела задать вам такой вопрос. За последний год произошло сразу несколько таких масштабных экологических происшествий. И в том числе вам лично пришлось принимать меры для того, чтобы разрулить, ну скажем так, эти ситуации. Это и Норильск, и Усулихимпром. Вот как вы считаете, какого наказания заслуживают те, кто виновен в этом? И поддерживаете ли вы идею, скажем так, максимальных штрафов для тех, кто наносит такой экологический ущерб природе? Ну, экологии. Смотрите, Лена, значит здесь нужно эту проблему. Поэтому разделить на две части. Первая часть касается, садитесь, пожалуйста, первая часть касается так называемого накопленного ущерба. То есть это то, что было связано с деятельностью промышленных предприятий, начиная ещё с советских времён. И то, что не связано с деятельностью каких-то конкретных коммерческих либо государственных структур сегодняшнего дня. И за это напрямую, конечно, несёт ответственность государство в лице органов власти различных уровней, и федерального, и регионального уровня. И на это мы, конечно, должны реагировать. Будем. Это Красный Бор в Петербурге, под Петербургом, точнее. Так это вот Уссулия-Сибирская, некоторые другие объекты, накопители и так далее. Чем раньше мы сможем эффективно этим заняться, тем лучше. Значит, есть проблемы текущего характера и техногенные происшествия, виновники которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и ими же должны быть приняты решения о степени ответственности. И эта ответственность лежит прежде всего на плечах загрязнителей. Они должны нести ответственность. Какая она должна быть? Она должна соответствовать не угрозам, а соответствовать уровню ущерба, который нанесён загрязнителями окружающей среде и людям, которые живут в той или иной местности. Поэтому, что касается Норникеля, я не вмешиваюсь, просто я знаю, что требования к компании Норникеля очень высокие, и ну что, надо отвечать за то, что сделано. Кстати говоря, и в самом Норильске, там, конечно, компания должна больше внимания уделять вопросам экологии и повнимательнее относиться к тому, что происходит с выбросами, к тому, что происходит с медициной даже. Компания может наверняка взять на себя определённую долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизнедеятельности региона. Давайте здесь ЦНТ, пожалуйста. Мир, представляйтесь. Надежда Серёжкина, межгосударственная телерадиокомпания Мир. Владимир Владимирович, в 2021 году Содружество независимых государств исполняется 30 лет. И есть ощущение, что в канун этого юбилея СНГ переживает кризис среднего возраста. Это и отставка президента и правительства в Киргизии, и беспорядки, которые происходят после выборов президента в Белоруссии, и заявление избранного президента Молдовы Майя Санду о необходимости вывести российских миротворцев из Приднестровья. Владимир Владимирович, у меня на этом фоне такой вопрос. Нет ли у вас опасений, что Россия может потерять кого-то из своих союзников в Содружестве? Вы сказали, Надя, что это кризис среднего возраста, и привели там некоторые примеры, например, Киргизия. Ну а что там, это впервые, что ли? Там постоянно эта чехарда происходит. Там постоянно, на мой взгляд, забегание вперёд с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран. Ну и уровень политического сознания, уровень зрелости институтов, она не такая, как, скажем, во Франции. Вот во Франции политическая система либо в Федеративной Республике складывалась десятилетиями, а может, столетиями, и парламентская форма правления складывалась точно столетиями. Политические партии традиционно со своей понятной устойчивой политической платформой, понятной гражданам, избирателям она существует. В странах постсоветского пространства где это всё? Поэтому это результат не сегодняшнего дня, а результат, я бы сказал так, надо же относиться с уважением ко всем партнёрам, результат поиска своего пути. Поэтому это не то, что мы подошли к какому-то рубежу. Нет. Майя Сандру, которая избрана, и я желаю ей всего самого доброго, желаю ей успехов в её работе. Но ничего нового она, как представитель определённой политической силы, она не сказала, но мы давно слышим представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент. А Майя Сандру, она является президентом Молдовы, но она в то же время является гражданкой Румынии. Но мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и основной частью Молдовы, как только пойдутся по пути мира, примирения ситуации. Мы за это. И мы уже были близки со всем бывшим президентом Воронином к этому. Но в последний момент тоже представители западных стран на него нажали, он отказался, отошёл от прежних договорённостей. И решение вопроса, Приднестровского вопроса было отложено на неопределённый срок. Зачем? Почему? Непонятно. Я потом спрашивал своих коллег из Евросоюза, зачем вы это сделали. Ну, вот так получилось. Сейчас не будем туда вдаваться в подробности, но рано или поздно эта проблема должна быть решена. Белоруссия. Я уже много раз высказывался на этот счёт. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри стороны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент Лукашенко высказался на этот счёт неоднократно. Я с ним согласен в том, что он это делал в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Ну, посмотрим, как это будет всё происходить. Здесь вот хотелось только добиться одного, я уже об этом тоже так или иначе упомянул, без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационно-политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается. Знаете, вот я через маску вижу, что вы улыбаетесь, но это имеет принципиальное значение. Вы знаете, в чём заключается это значение? В том, что как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило, это должно созреть внутри общества. Всё, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната. Не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать, помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан. Поэтому у нас скоро будет мероприятие в рамках СНГ. Я думаю, что оно будет своевременным, полезным. В завершение года мы это делаем. С коллегами пообсуждаем, какие задачи мы должны решить в первоочередном порядке. Давайте заглянем в Екатеринбург. Да, коллеги, но у нас никто не выкрикивает с места, всё-таки суровый уральский характер, даёт о себе знать. Но табличек явно прибавилось, журналисты нарисовали, что называется, да, пока мы с вами общались в режиме пресс-конференции. И давайте дадим слово девушке во втором ряду. И слово, собственно, которое всем пришлось выучить в этом году. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, я 4 канал, город Екатеринбург. Меня зовут Екатерина Цыганкова. У меня было написано слово «локдаун», которое сейчас, наверное, уже плотно вошло и в наш разговор, в наш разговорную речь. Вопрос у меня такой. Коронавирус, конечно, больно ударил по экономике всей страны, и наш регион не исключение. К сожалению, в этом году бюджет недополучил около 10 миллиардов рублей. Доходы уменьшились на 10%. Страдает как малый и средний бизнес, так и крупные отраслевые предприятия. Растет число безработных. К сожалению, некоторые предприятия сокращают число сотрудников. Некоторые полностью увольняют коллективы. Конечно, не сказать, что государство нас оставило наедине с этой бедой. Выделены значительные средства из федерального и регионального бюджетов на поддержку как безработных, так и семей с детьми. Есть льготы и для предпринимателей. Но ситуация по-прежнему остается непростой. И мой вопрос звучит так. Как вы видите перспективу выхода экономики из коронакризиса? И второй мой вопрос. Когда мы сможем вернуться к докризисному периоду? И не связано ли это с тем, что в октябре и ноябре вы тоже не вводили локдаун? Тот самый, который был весной. Спасибо. Нет. Ну, вполне закономерный вопрос, Катя, из Екатеринбурга. Имея в виду, что Екатеринбург, вообще Урал – это крупный промышленный центр страны. И, конечно, всё, что связано с ограничениями, порождёнными коронавирусом, отражается так или иначе на уральском регионе и на экономику страны в целом. Я остановлюсь здесь поподробнее, может быть, на этом вопросе, потому что оно имеет такое фундаментальное значение для всей страны. Какие отрасли у нас являются наиболее пострадавшими? Это несколько отраслей. Это перевозки, прежде всего авиационные. Это железнодорожные перевозки, прежде всего пассажирские. И это розница непродовольственных товаров и сферы услуг. Ну, понятно, фитнес-центры, рестораны, кафе и всё, что с этим связано. Что мы сделали… Я вот когда говорил о том, что правительство работало очень напряжённо в течение всего этого года, вместе с администрацией президента вырабатывались необходимые решения по поддержке и граждан, и экономики. В целом, вот я назвал сейчас несколько отраслей, что сделано по этим отраслям. Ну, первое, мы перенесли все платежи, кроме НДС, на более дальний срок. Второе, несколько раз выдавали грант, дважды, по-моему. Третье, дали кредит под нулевую ставку. Четвёртое, дали кредит под 2% с перспективой списания всего кредита в случае сохранения 90% от списочного состава работников. Или не списание, а списание не всего, а 50% кредита в случае сохранения 80% работников. Мы, наконец, перенесли на более поздний срок выплаты за аренду государственного имущества. Ну и, наконец, для малых и средних предприятий приняли очень серьёзное решение, сократили отчисления в социальные фонды с 30% до 15% сразу. И это как бы не на коронавируса рассчитано, а навсегда, на будущее. Это целый набор мер, которые в целом поддержали пострадавшие отрасли. Кроме пострадавших отраслей, поработали ещё и с представителями системообразующих отраслей производства. Какие это отрасли? Это автопром, авиастроение, судостроение, это сельское хозяйство и строительство. Значит, по автопрому у нас программы все развиваются, вы, наверное, обратили внимание. Вот позавчера МС-21 с нашими двигателями отечественными ПД-14 подняты в воздух. Это практически уже серийный образец, почти. Значит, большое достижение, между прочим, и наших двигателя-строителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием. И вчера подняли ещё ИЛ-114 в совершенно новые машины, практически новые модификации. Это тоже большое событие, поздравляю. Гражданское судостроение у нас прибавило на 30%, несмотря на все проблемы, связанные с пандемией. Стройка. Да, в этом году мы чуть поменьше построим, но в целом мы отрасль поддержали и серьёзно. И граждан поддержали, и отрасль поддержали. В том числе за счёт льготной ипотеки в 6,2%. И это очень серьёзно было подспорьем для экономики. В целом направили на поддержку граждан и промышленности на борьбу с пандемией 4,6 триллиона рублей. Для нас это беспрецедентные деньги. И это означает 4,5% ВВП страны. Из них миллиард направили напрямую на поддержку пострадавших отраслей. Я уже говорил, цифру называл, это 838 миллиардов на поддержку напрямую граждан. Это целый набор мер, который был разработан, надо же было это всё разработать, инициировать и оформить соответствующим образом. Весь этот набор мер был эффективно использован. Мы думаем на тему о том, что дальше. Конечно, выход из кризиса, как вы сказали. Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдём к действительно массовой вакцинации, и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас ещё действуют. Я рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия, так или иначе, ситуация будет меняться в лучшую сторону. Что касается экономики, то по разным оценкам, по разным подсчётам, где-то на конец 2021 года, первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем. Более того, в следующем году мы уже рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП страны, по валовому продукту. Но всем нужно активно работать. Исхожу из того, что нам поставленные перед нами цели удастся достигнуть, а задачи решить. Давайте заглянем в колл-центр. Не слышно. Наиля, вас не слышно. При декабре не получила выплат на своего 9-месячного ребёнка. Можно сначала, потому что звука не было. В непростых условиях пандемии эти деньги являются единственным спасением. И родители спрашивают, будут ли в новом году новые выплаты на детей продолжаться. Будьте добры, с начала начните ваши вопросы. Мы получили ещё одно обращение от Альгизы Туктарова из Башкортостана. В ноябре и декабре она не получила выплат на своего 9-месячного ребёнка. Не знает, куда обращаться. А в непростых условиях пандемии эти деньги являются единственным спасением. И поэтому родители спрашивают президента, будут ли в новом году новые выплаты на детей. Смотрите, я уже отвечал на этот вопрос. По поводу новых выплат мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит. Думаем и о возможности новых выплат. Я сейчас об этом тоже чуть попозже скажу. Но если в ноябре, декабре женщина, которая к вам обратилась, не получила, то, значит, не работает сама система, ну или со сбоями работает сама система тех выплат, которые мы сейчас организовали для поддержки граждан. Мне нужно вот с этим для начала забраться. Нужно наладить систему действующей поддержки. Дайте нам, пожалуйста, вот вашу заявительницу, где конкретно она живёт, дайте её адрес. Нужно через пенсионный фонд это делать, через соответствующее единое окно МФЦ. Значит, обязательно с этим разберёмся. Это какой регион, ещё раз? Башкортостан. Башкортостан. Ну, нас наверняка слышит руководитель. А где конкретно Башкортостан? Ну, мы можем найти этот запрос, через минутку конкретику добавить. Найдите обязательно, потому что нужно понять, где конкретно. Я уверен, что в Башкортостане там молодой, достаточно активный руководитель, эффективный человек. Но сбои возможны, наверное. Дайте нам обязательно конкретный населённый пункт. Да, мы вернёмся. Теперь давайте посмотрим на Нового Огарёва. Кремлёвский пул. Пожалуйста, покажите Нового Огарёва. А, вот я вижу, по-моему, сзади Russia Today. Игорь Жданов, Russia Today. Владимир Владимирович, мой вопрос будет связан с безопасностью и, в частности, террористической угрозой. Россия всегда осуждала любые террористические акты и продолжает это осуждать. В частности, те, которые происходят в Европе, например, в этом году, которые были вызваны как реакция на публикацию карикатур пророка Мухаммеда. В то же время Россия не поддерживает публикацию этих карикатур. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, где проходит та граница между свободой слова, которая является неотъемлемым правом каждого человека, и оскорблением верующих? И применительно к России, к нашей стране, скажите, пожалуйста, что мы делаем, чтобы у нас не случился вот этот европейский сценарий? Спасибо большое. Вот смотрите, где граница? Я не скажу вам ничего нового. Игорь, ну что значит граница между одной свободой и другой свободой? Это же хорошо известно. Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. Это постулат общий причём. И те, кто действуют бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. С другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной. И во всех мировых религиях, в том числе и в христианстве, и в исламе, я вот недавно же приводил даже цитаты из священных писаний, из Корана, из Библии, из Торы, из священного писания буддистов. Во всех мировых религиях нет намёка на агрессию. И попирание твоих прав предполагает, что при попирании прав, в том числе и прав верующих, реакция не должна быть направлена на лишение жизни человека, что в принципе противоречит самому духу любой мировой религии. Господь жизнь дал, и только Господь может её забрать. Вот это никто не должен забывать. Как к этому относятся в России? Вы спросили, а что мы делаем, чтобы такого не произошло? Вы знаете, Россия складывалась изначально именно как многоконфессиональное государство. И у нас сложилась определённая культура отношений между представителями различных религий и этносов. Это чрезвычайно важное наследие, доставшееся нам от наших предков, переданное нам прежними поколениями. В нашей стране было очень много, в истории много было трагических, тяжёлых, можно сказать, чёрных страниц. Ну вот смотрите, депортация народов некоторых после Великой Отечественной войны. Это такая острая тема, мы стараемся как бы лишний раз об этом не говорить, но тем не менее это же было в нашей истории. Я сейчас не буду давать оценок того, что произошло. Ясно только, что представители тех народов, которые подверглись таким репрессиям, их представители же, во-первых, с хлебом с солью встречали оккупантов, представители почти всех этносов Советского Союза, там, где оккупантов ходили. Ну что, таких не было, что ли? Да предатели везде были. И в то же время были люди, которые героически сражались за интересы своей Родины до последнего вздоха, до последней капли крови. В том числе представители тех народов, которые были репрессированы, кстати говоря. Но я к чему это всё говорю? Я говорю к тому, что не было репрессий по религиозным соображениям. То есть репрессии в отношении священников были со стороны советской власти, но они касались всех священников. Не было выборочного преследования за какую-то конкретную религию. Вот этого никогда не было в нашей стране. Понимаете? Это чрезвычайно важная вещь. Но я о чём говорю? О том, что культура взаимоотношений между представителями различных религий и, кстати, не только религий, но и атеистов, она вырабатывалась у нас веками. И поэтому у нас, слава Богу, никто и не допускает вот таких оскорбительных выпадов в отношении представителей тех или других конфессий. Я надеюсь и очень прошу всех вас об этом, чтобы этого никогда и не было, потому что это будет разрушать нашу страну изнутри. Мы не можем себе этого позволить. А то, что происходит в некоторых европейских странах, там, вот скажем, в некоторых европейских странах представители, скажем, ислама составляют где-то около 10% от местного населения. Но они, как правило, иммигранты или иммигранты во втором, в третьем поколении. А у нас-то представители разных конфессий живут в своей собственной стране, у них нет другой родины. Вот это очень важная отличительная черта того, как складывается и складывалось до сих пор взаимоотношения между представителями конфессий в нашей стране и, скажем, европейских странах. И поэтому там этот проект мультикультурализма, он потерпел фиаско, крах, о чём многие, призывавшие к этому проекту и к его реализации, вынуждены были признаться. Признаться в том, что он развалился. А у нас он сложился сам по себе на протяжении веков, и мы этим очень дорожим. Так, давайте мы незаслуженно обделили вниманием большое информационное агентство. Давайте мы с ТАСа начнём, пожалуйста. Спасибо. Вероника Ичёткина, агентство ТАСС. У нас сегодня международной повестки не очень много. У меня вопрос по международной теме о конфликте в Нагорном Карабахе. Я для удобства разделю вопрос на три пункта. Первое. Почему, на ваш взгляд, этот многолетний затяжной конфликт разгорелся именно сейчас и разгорелся так резко? Это просто объективные предпосылки? Или можно винить какую-то из сторон? Или, что называется, спичку подбросили извне? Второй аспект – это то, как проявила себя Турция в этом конфликте. Известно, что Анкара значительную военную поддержку оказывала Баку в острой стадии конфликта. Ну и после перемирия было вот это решение о мониторинговом центре. Ну, соответственно, Анкара просто демонстрирует, что вот у неё есть интересы в этом районе, регионе. А у России какие интересы в этом регионе? И насколько они пересекаются или, может быть, даже сталкиваются напрямую с интересами Турции? И последний аспект – это ситуация в районе Гадрута. На ваш взгляд, насколько велик риск того, что ситуации, когда нарушается режим прекращения огня, будут продолжаться в регионе? И что будет делать Россия, если такие нарушения будут происходить и дальше? Возможно ли, например, увеличение миротворческого контингента? Ещё один аспект по Гадруту. Вот судя по заявлениям и дискуссиям, которые идут в этих странах, определённый аспект напряжённости возникает из-за того, что стороны по-разному трактуют четвёртый, по-моему, пункт трёхстороннего соглашения, согласно которому российский миротворческий контингент разворачивается параллельно с уходом армянских войск. Потому что, насколько я понимаю, Баку транслирует, воспринимает этот пункт и трактует его как то, что армянские войска должны полностью покинуть на Корный Карабах, а в Ереване склонны расценивать этот пункт как то, что они должны покинуть только те территории, которые они отдают по соглашению. Могли бы вы как... Да, сейчас я вот... То есть армяне считают, что они должны уйти только из тех территорий, которые они отдают по соглашению, а азербайджанцы считают, что армянские войска должны полностью покинуть на Корный Карабах. Соответственно, у меня к вам вот по этому пункту вопрос такой. Вы как соавтор этого трехстороннего документа могли бы пояснить, вот в этом пункте вы, Алиев и Пашинян, что имели в виду? Спасибо большое. Да, ну вы наговорили, конечно, здесь можно до утра вести дискуссию на этот счёт. Значит, первое, почему именно сейчас это произошло? Ну, ситуация вышла из-под контроля, и эта напряжёнка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вымешательством извне. Вот многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. Вот в конечном итоге всё это вылилось в конфликт. Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договорённостям. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, сопредседателями, где являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет, я сейчас вот повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус КВО в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом. Почему Лачинский? Потому что район, по которому проходит этот коридор, проходит эта дорога, так и называется Лачинский район. Вот, собственно, здесь ничего сложного нет. Значит, позиция Турции основана на том, что, это публично же заявлено, на том, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боя и столкновений в 90-х годах. И международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Значит, повторю ещё раз, сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, и в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, то есть сам Нагорный Карабах – это тоже с точки зрения международного права тоже Азербайджан. Но ситуация, на мой взгляд, сложнее, чем просто простые нормативные постулаты, в том числе и международно-правовые корни в этническом конфликте, который начался ещё в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах. Здесь у каждой стороны своя правда, и армяне Нагорного Карабаха в своё время взяли за оружие для того, чтобы защитить в своей жизни достоинство. И создалась ситуация та, которая сложилась на момент обострения конфликта в этом году. Значит, но мы договорились, хорошо известно, в рамках трёхстороннего заявления о том, что боевые действия прекращаются. И вот здесь вот очень важная вещь. Договорились о том, что стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание нашего трёхстороннего заявления. Вот там должны все остановиться. В этой связи возникает и много таких технических вопросов, которые связаны с инфраструктурой. Кстати говоря, вот эта договорённость о прекращении боевых действий, она очень важна, я уже тоже об этом сказал, потому что она кровопролитие прекращает. Люди перестали гибнуть. Вот это чрезвычайно важная вещь, это вообще принципиальное, вот всё остальное – это второстепенно. Жизнь и здоровье людей – это самое… сохранение жизни и здоровья – самая главная задача, которую мы решили. Но, имея в виду, что вооружённые силы стали там, где они стояли на момент подписания, возникли определённые сложности инфраструктурного характера, причём и для азербайджанской, и для армянской стороны. Но с этим нужно разбираться спокойно в ходе переговорного процесса, потому что это трёхстороннее заявление даёт для этого все основания и все возможности. Так как там заявлено о том, что после достижения перемирия следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала, в том числе и это касается автомобильного, железнодорожного сообщения и так далее. Это касается и Нахичевания, это касается сообщений между Югом и Севером Армении. И вот эти вспышки нарушения прекращения огня, оно было только однажды. Надеюсь, что так единичный случай и останется, единичным. Нам удастся всё-таки сесть за стол переговоров всем договаривающимся сторонам. Хорошо при нашем посредничестве, при посредничестве Минской группы, это неважно. Главное, чтобы процесс начался и был положительно завершён. По поводу там, где какие войска стоят, я вам уже ответил. Мы очень рассчитываем на то, что и международные посредники перейдут, наконец, от слов к делу, начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи, прежде всего возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам. Что не только Россия это будет делать, посылая туда гуманитарные конвои, но и международные организации, наконец, развернутся. Это и ЮНЕСЕФ, и ЮНЕСКО, и продовольственная организация, и в двухстороннем плане те, кто хотят поддержать людей в зоне конфликта, откликнутся. Повторяю, от слов к делу перейдут. Мы со своей стороны готовы продолжать эту работу. Что касается увеличения количества наших миротворцев, то это возможно, но только по договоренности со всеми странами, в том числе с азербайджанской стороной. Потому что мы изначально обговорили количество наших миротворцев, это количество согласовано. Люди, кстати говоря, все с одной стороны и с другой стороны адекватно оценивают ситуацию, и если это вопрос чисто технического характера, если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем. Если нет, то, значит, тогда делать не будем. Но там дело не только в миротворцах, там дело еще и в работе наших служб МЧС, сотрудников МЧС и пограничной службы ФСБ России. Давайте отправимся в Нижний Новгород. Ну, я хочу сказать, что уже больше чем три часа идет пресс-конференция. Конечно, за это время сменились и цвета табличек, и вопросы. Коллеги подготовили сразу несколько вопросов и пытаются привлечь внимание Владимира Владимировича разными способами. У меня, Дмитрий Сергеевич, такое предложение, потому что на самом деле я, как журналист, тоже хочу дать возможность высказаться всем. Но мы ограничены, понятно, рамками эфира, поэтому, может быть, вы посмотрите на те таблички, которые коллеги сейчас подняли, и сами выберите вопрос. Здравствуйте, Юлия Измайлова, главный редактор газеты «Молодой ленинец», «Пенза». Владимир Владимирович, индексацию работающим пенсионерам отменили ровно пять лет назад. Меру представили как временную, но вынужденную. Скажите, пожалуйста, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам? Спасибо. Это условие простое – бюджетная обеспеченность. Как известно, в Советском Союзе, вот вы хоть и молодой ленинец, а то, что заботитесь о старшем поколении, то здорово, но ленинцы знают, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идёт о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна. Здесь есть определённые тонкие элементы незачёта некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионера. Вот с этим точно совершенно нужно разобраться. Я бы подумал, конечно, и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в отдельной поддержке, дополнительной поддержке со стороны государства. Это точно. Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие, кстати говоря, не очень-то и стремятся. В принципе, государство само заинтересовано, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, может быть, 4% с небольшим, 4,1%. Индексация пенсии предусмотрена 6,3%. И мы сделаем всё для того, что это обеспечить. По направлению, которое мы высказали, конечно, мы об этом думаем. Конечно. И пенсионеры этого заслуживают. Это точно. Так, колл-центру удалось что-нибудь выяснить? А сейчас нас слышно? Сейчас слышно, нормально, говорите. Да, мы нашли этот запрос. Альгиза Туктарова из Башкортостана, город Кумертау. Вот она спрашивает, когда будут начислены продлённые путинские выплаты за ноябрь-декабрь на ребёнка до трёх лет. Хорошо. Я пометил, спасибо. Если позволите, ещё вопрос от волонтёра. Давайте. К нам присоединяется Дмитрий Баженов. Дмитрий стал волонтёром ещё когда учился в школе, а во время пандемии он работал в коммунарке. Дмитрий, какие запросы вы обработали? Здравствуйте. Одним из самых волнующих вопросов граждан является проблема с водообеспечением. Мы получали запросы из разных уголков нашей страны, но лидирует здесь, конечно, Крым. Особенно остро столкнулись жители Евпатории и Симферополя, где местная администрация уже предупредила жителей, что горячей воды у них до конца года может не быть. От отсутствия воды страдает не только полуостров Крым, но и многие города Черноморского побережья, где воду подают по графику в определённые часы или не подают вообще. И здесь хотелось бы зачитать обращение Михаила Геннадьевича Мастеркова, который спрашивает, почему вода по графику в Крыму – это чрезвычайная ситуация, а для Новороссийска – норма. Владимир Владимирович, россиян интересует, есть ли план действий по восстановлению водоснабжения и когда он будет приведён в действие? Есть такой план. Я хочу Михаилу Геннадьевичу сказать, Дима, и всем тем людям, которые к вам обратились. Да, эта ситуация не просто известна, ей занимаются и на правительственном, и на региональном уровне. Что касается Крыма, то сейчас проводятся геологические исследования, вы это хорошо знаете. Часть водозабора перенаправляется в Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственно, достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом, руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет. Значит, есть еще для Крыма еще, может быть, одна новация. Вот специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошей. Вот все это в совокупности отдает мне основания сказать, что проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Здесь без всяких сомнений экономить не будет государство, сто процентов, даже не сомневайтесь. Это касается не только Крыма, хотя в Крыму эта проблема стоит наиболее остро, я понимаю беспокойство жителей на этот счет, но это касается и Новороссийска, и Геленджика. Вот у меня здесь один из вопросов, я тоже отобрал. Значит, это касается вопросов водоснабжения, водоотведения. То же самое пойдем по этим проблемам. Что касается Новороссийска, и Геленджика, там единая система была сброса вод, не было, к сожалению, разделения между консультационным сбросом и ливневкой так называемой. Там нужно сначала это разделить, нужно сделать отдельные проекты сначала на одну систему, потом на другую систему, обеспечить финансирование строительства. Это все в планах, долго тянется, к сожалению, да, я понимаю, я это вижу и по Новороссийску, и по Геленджику, и по некоторым другим городам. Значит, но это все в планах есть, и уверен, это будет реализовано. Спасибо большое. Так, мы чуть-чуть еще забыли про иностранные СМИ. Давайте BBC, давайте. Стив, давно вас не слышали и не видели. Спасибо. Стив Розенберг, BBC News. Господин президент, все чаще звучит сразу новая холодная война по отношению к России и к Западу. И мы слышим, как регулярно Россия винит в этой напряженности внешней силой, да, вот, то Америку, то Великобританию, то НАТО. Но, находясь у власти 20 лет, вы не считаете, что вы несете хоть долю ответственности за плачевное состояние этих отношений, особенно на фоне действий России в последние годы, от аннексии Крыма до использования химического оружия на территории Великобритании, в городе Солсбери? Или нет? Или вот российские власти белые пушисты? И вот по поводу химоружия, вы читали доклад Беллинкат, который очень подробно и вот рассказывает и показывает, что за покушением на Алексея Навального стоит российское государство? Спасибо. Значит, ну, по поводу покушения на вот известного нашего блогера я уже говорил, могу только к этому добавить еще то, собственно говоря, о чем тоже неоднократно было сказано. Мы готовы к расследованию. Значит, если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае новичок все время об этом говорят, мы вас просим, дайте нам, пожалуйста, эту информацию. Мы предложили, чтобы наши специалисты выехали на место и в Германию, и в Швецию, и во Францию, и вместе с коллегами на месте разбирались с этой проблемой. Или мы вас просим приехать к нам, привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение. Стивен, вы можете мне объяснить, почему нам до сих пор, несмотря на многократные запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, до сих пор даже официального заключения не дают? Власти Германии передали весь материал в Организацию по запрещению химического оружия. Они тоже нам ничего не дают, ссылаясь на то, что Германия запретила им давать какую-то информацию. А Германия говорит, возьмите всю информацию там. Вы можете это объяснить, Стивен, нет? Почему нам официального заключения не дают хотя бы о применении этого новичка? Вы меня спрашиваете? Я вас спрашиваю. Но я журналист, я задаю вопрос. Вы прямо мне спрашиваете. Хорошо, ладно, я приношу вам свои извинения, я продолжу ответ на ваш вопрос. Значит, хорошо, допустим, этот вопрос просто повис в воздухе. Ладно, значит, по поводу того, что мы белые и пушистые, есть ли какая-нибудь, чувствуем ли какую-то ответственность за то, что происходит? Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией, с её народом. И всё буду делать в интересах Российской Федерации. Это касается и возвращения Крыма в состав нашего российского государства. Обращаю ваше внимание, что это было сделано на основе волеизъявления народа. Вот в Косово парламент принял решение, и вы всё это проглотили и сказали, что так и правильно, так и хорошо, это демократично. В Крыму люди пришли на референдум, проголосовали, но вам почему-то это не нравится. Хочу напомнить, что демократия – это власть народа, и надо либо признавать это, либо тогда отказаться от этого термина вообще повсеместно. Вводятся определённые санкции в отношении крымчан. За что вы вводите против них санкции? Если это аннексия, то они не виноваты ни в чём. За что же их наказывать? А если это не аннексия, а результат их голосования, тогда надо признать, что это демократия, и оставить их в покое, так же, как и претензии к России по поводу аннексии. Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами, да, так и есть, мы белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определённого советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на Восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Да, это не прописанные обещания, это устные были заявления, в том числе со стороны НАТО. Но вы ничего не сделали. Было две волны расширения, и военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Разве мы не должны на это реагировать? Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют наши угрозы. Потом наши коллеги вышли из договора по ракетам малой и средней дальности. Это мы, что ли, вышли? Нет. Это наши партнёры вышли американские. Значит, соответствующим образом мы сказали, хорошо, мы не будем производить и не будем размещать такого оружия до тех пор, пока американского оружия не появится и в Европе. Но нам на это никто ничего не отвечает, не реагирует. Потом вышли из договора по открытому небу. Нам чего делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам чего делать в этой связи? Оставить всё как есть? Значит, вы, как страна НАТО, будете здесь над нами летать и всё передавать американским партнёрам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать, осмотреть на них? Значит, да, есть и другие некоторые вопросы, которые вызывают нашу озабоченность. Мы на них, на эти вопросы вынуждены реагировать. Но при всём при этом, вот сейчас есть угроза ещё и прекращения договора СНВ. Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружения. Вообще ничего не останется. А мы изначально призывали и призываем наших партнёров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести субстантивные, как говорят дипломаты, переговоры, по тому, что делать и как жить дальше. Мы понимаем, что возникли у России виды оружия, современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаём себе в этом отчёт. И мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство. Но с нами до сих пор никто вообще на этот счёт никак не разговаривает. Подобные системы разрабатываются, кстати, в европейских странах, в Великобритании, в тех же Соединённых Штатах. Но пока нет, да. Мы понимаем это. Но мы же открыты для переговоров. Но с нами до сих пор пока никто не ведёт никаких. Вот и отвечайте, ответьте себе на вопрос. Кто белый и пушистый, а кто такой колючий и агрессивный. Значит, у нас две-три базы базирования, причём на террористически опасных направлениях. В Кыргызстане, в Таджикистане, в Сирии, у другой страны, я имею в виду Соединённые Штаты. По всему миру огромная сеть. У нас знаете, сколько военный бюджет? 46 миллиардов. В Великобритании больше намного. В США 770 миллиардов. Россия по военным расходам где-то на шестое место. Шестое место в мире занимает. США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония – все впереди нас. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Но уж только не мы агрессивные. Если уж не пушистые, но во всяком случае такие весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами Каталия Апольда из одного из наших мультфильмов. Ребята, давайте жить дружно. Так, давайте отправимся в Ставрополь. Ставрополь. Да, вот, Дмитрий Сергеевич, одну секунду. Вот я все-таки… Сейчас, секунду до Ставрополя. Секунду. Да, секундочку. Вопрос очень важный. Я все жду, когда он прозвучит, но он так и не звучит. Вопрос пришел из Смоленска, из Смоленской области, точнее. Климова Галина Сергеевна говорит о газификации от имени жителей деревни Комунно и деревни Месоедово, Вяземского района, в Смоленской области. По поводу того, что трубы высокого давления подвели, а газа до сих пор нет, а подвели еще в 2015 году. В этой связи хотел бы вот что сказать, уважаемая Галина Сергеевна. Сразу скажу, что, конечно, этот вопрос может и должен быть решен. Мы это обязательно сделаем. Вообще уровень газификации в России сейчас 71,1%, и в этом году мы дополнительно истратили на газификацию, но мы и Газпром, 22 миллиарда рублей. Всего общий объем 56. И что важно, в 1,7 раза объем газификации больше для села, чем для поселков городского типа и для городов. То есть в опережающем порядке мы будем газифицировать именно сельскую местность. И очень надеюсь, что к 2025 году у нас уровень газификации достигнет где-то порядка 90%, конечно, по техническим возможностям. Потому что по техническим возможностям имеется в виду, что есть такие территории, где вообще газификация в целом почти невозможна. Там либо газа нет, либо инфраструктуры вообще никакой нет. Но в целом для территории Российской Федерации это будет под 90% к 2025 году. А что касается ваших деревень, то я вам обещаю, в ближайшее время мы это сделаем. Спасибо еще раз. Я сейчас предлагаю взглянуть на эти таблички и плакаты, которые приготовили мои коллеги. Как видите, тематика вопросов самая разная. Конечно, выбор сделать непросто, но если честно, мое внимание привлек плакат, на котором изображена знаменитая фотография Евгения Халдея, знамя победы над Рейхстагом. Будьте добры, давайте... Добрый день, да, великая фотография и великий момент на ней запечатлен, наверное, поворотный и для нашей истории, и для мировой. Собственно, вопрос касается 75-летнего юбилея Великой Победы, который в этом году мы отметили. Кстати, Ставрополь стал одним из тех городов, где прошел военный парад. Я, кстати, представляю Ставрополь, не представился Олег Нечапуренко, телекомпания «Свое ТВ». Мне посчастливилось быть на этом параде, уникальное событие, конечно, одно из главных впечатлений года. Тем обиднее смотреть за теми тенденциями, которые сейчас происходят, прежде всего, наверное, со стороны зарубежных наших партнеров, когда пытаются как-то пересмотреть события тех лет, их значение, может быть, ревизию какую-то провести. Вот уже и министр обороны Германии говорит о том, что с Россией, если разговаривать, то только с позиции силы, как будто исторические уроки ничего наших партнеров не учат. Собственно, вопрос такой, что может делать Россия, и что она, будет ли она что-то делать, чтобы не допустить переписывания истории и сохранить вот эту историческую память об этом событии? Собственно, чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, прежде всего в экономическом плане. Нужно развивать нашу политическую систему с тем, чтобы мы внутри страны чувствовали себя уверенно и граждане понимали, куда двигается страна, как она развивается. Выстраивать отношения с нашими партнерами на международной арене, исходя из наших интересов и учитывая их. Ну и, конечно, не забывать о подвиге, которые наши предки насытили нашу историю не только в период Второй мировой войны, Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться. Что касается Великой Отечественной войны, то, вы знаете, мы вскрываем сейчас архивы, мы публикуем архивные материалы, мы создаём определённые структуры, которые на постоянной основе этим будут заниматься. Я уже много раз говорил о том, что вот это переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. И в конечном итоге пойдёт во вред тем, кто это делает. В том числе это касается героизации нацизма. Вот хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня Генеральная Ассамблея ООН приняла решение, ну сегодня, там по Нью-Йоркскому времени, не знаю, как это считается, может, вчера уже, значит, приняла решение, осуждающую героизацию нацизма. И только две страны проголосовали против – США и Украина. Я думаю, что их не красит, мягко говоря, и даже непонятно почему. Ну, то есть, здесь, с одной стороны, ясно, а с другой стороны, есть вещи фундаментального характера, а не текущей политической конъюнктуры. Но мы, со своей стороны, мы гордимся нашими отцами, матерями, нашими дедушками, бабушками. Мы гордимся своей страной и её историей. И будем делать всё для того, чтобы эта гордость шла вместе с нами по жизни и была передана нашим детям. Ставрополя, покажите зал ещё раз, пожалуйста. Там у вас с кем-то Чечня воюет. Вот была табличка. Да. Спасибо. Мадина Мусаева, ГТРК «Войнах», Чеченская Республика. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Первым делом хочу передать слова приветствия, благодарности и глубокого уважения от жителей Чеченской Республики, которые любят вас и ждут в Грозном. Ну и, собственно, вопрос. Как мы знаем, ну, собственно, вопрос, Чеченская Республика сегодня один из развитых и безопасных регионов. И в этом, в том числе, существенную роль сыграла команда, сформированная при вашей поддержке первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмадом Хаджи Кадыром. После гибели национального лидера вы в ручном управлении руководили регионом, помогали налаживать жизнь. Однако, практически ежегодно мы сталкиваемся с абсурдными выпадами со стороны Соединенных Штатов Америки в адрес Рамзана Кадырова и его окружения. Также глава региона несколько раз попадал под санкции. Также и его дети, и супруга. И вот недавно ряд чеченских чиновников, спортивные организации и благотворительный фонд имени нашего первого президента. Владимир Владимирович, как вы считаете, какую цель преследует Запад и для чего они придумывают эти санкции в адрес команды Рамзана Кадырова? Владимир Владимирович, а разве только в адрес Кадырова придумывают всякие санкции и всякие истории? По-моему, в отношении России в целом придумывают. А Рамзан Ахматович, он защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны. И поэтому он один из, это одна из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа. Ну, здесь нет ничего особенного. Вот ничего необычного. Я знаю, что Рамзан Ахматович относится к этому философски. У меня некоторые мои близкие связи, друзья или, можно сказать, соратники, сотрудники даже обижаются на наших партнёров, если против них нет никаких санкций. Говорят, как же так. Это как-то унизительно заставили задуматься. Что же мы такое сделали, что против нас специально не вводят санкции, чтобы показать, что мы как-то имеем какие-то особые отношения с нашими какими-то там партнёрами, как я говорю. Ничего здесь страшного нет. Россия самодостаточная страна, чеченский народ тоже. Значит, Чечня развивается, несмотря на тяжёлые раны середины 90-х годов, развивается достаточно быстро, под руководством уже новой команды, достаточно молодой команды. И я знаю Рамзана Ахматовича, знаю хорошо. Вся его жизнь посвящена Чечне, чеченскому народу и России. Поэтому я желаю ему и всем вам всего самого доброго. Уверен, что вся Чечня будет выглядеть так, как сегодня выглядит Грозный. Владимир Владимирович, просто боюсь, что ещё одной возможности не будет. И хотелось бы задать ещё один вопрос. Вы говорили, что Россия лучше друг ислама, цитировали Коран, а также всегда поддерживаете мусульман. Как вы считаете, как важно для страны сближение с арабским миром и какую роль в этом вопросе играет Рамзан Кадыров? Владимир Владимирович, арабский мир, Рамзан Кадыров говорит в этом такую же роль, как все другие руководители регионов Российской Федерации. Вообще внешней политикой руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, но регионы вносят всегда очень заметный, существенный вклад в усилия МИДа страны. А что касается арабского мира, вообще исламского мира, то у нас традиционные отношения с этими организациями, организациями и странами. Россия же является наблюдателем в некоторых из международных авторитетных исламских организаций. А отношения с арабским миром традиционные и для России в целом, и для Советского Союза, и для сегодняшней Российской Федерации у нас очень устойчивые давние связи, уходящие глубоко корнями в века. И сегодня это имеет тенденцию даже к расширению. Если в советское время еще было связано как-то с определенными идеологическими соображениями, то сейчас у нас объем и география нашего сотрудничества с исламским миром и с арабским миром стали гораздо шире. Мы этим очень дорожим и будем дальше это делать, развивать эти отношения. Посмотрите, у нас Российский фонд прямых инвестиций сотрудничает практически со всеми суверенными инвестиционными фондами мировыми, со всеми. С некоторыми арабскими инвестфондами сложились вообще уникальные отношения. Они настолько доверяют Российскому фонду прямых инвестиций, что приняли решение автоматически софинансировать все проекты, в которые входит Российский фонд прямых инвестиций. Это говорит об уровне доверия, о качестве нашего сотрудничества. Давайте мы вернемся в ЦНТ. Интерфакс. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Лана Самсония, информационное агентство Интерфакс. Я начну с экономического вопроса. Россия в условиях пандемии не распечатывала ФНБ, практически не распечатывала ФНБ, решая вопросы дефицита бюджета за счет заимствований. Означает ли это, что мы готовимся к каким-то потрясениям в ближайшей перспективе на сырьевых рынках? И тем претендентам, которые рассчитывали на средства, на инвестиции с ФНБ, об этом пока лучше забыть. И еще одно небольшое уточнение. В последнее время на рынке возродились разговоры о возможной отмене итогов приватизации. Хотелось бы уточнить, государство устраивает нынешние структуры экономики или же контроль за какими-то крупными активами может быть возвращен прямой либо через госкомпании? И еще один маленький вопрос. Пандемию невозможно обойти. И хотелось бы узнать ваше мнение по поводу введения международных сертификатов для граждан, которые решат привиться от ковида. Как вы к этому относитесь? Которые решат привиться от ковида. К введению международных сертификатов для людей, которые решат привиться от ковида. А что за сертификаты? Для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться, у них была возможность ездить в другие страны. Может быть Россия могла бы инициировать введение таких международных сертификатов. Это поможет и нашей вакцине в продвижении на международном рынке. И людям поможет совершать поездки, не садиться на карантин, когда они будут где-то в другой стране, в том числе и в США. Спасибо. Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить. Хотя известно очень хорошо, и здесь никакой тайны я вам не раскрою, что даже люди с прививкой могут быть переносчиками. Просто это нужно иметь в виду. Есть какой-то, сейчас говорят, уже установлен вид антител, которые говорят о том, что у этого человека при высоком и при таком качестве антител этот ковид долго не сидит. Он быстро уничтожается иммунитетом при поддержке этих антител. Но это вопрос, требующий дополнительного изучения. Я не знаю, насколько сейчас возможно получение такого сертификата. Вопрос вакцинации связан, прежде всего, с защитой собственного здоровья. Вот о чём речь. С защитой собственного здоровья. Ну и, конечно, в известной степени это будет барьером на пути распространения. Это тоже правда. Таким образом приобретается такой популяционный иммунитет. Теперь по поводу ФНБ. Поговорить об этом с коллегами, конечно, можно. Теперь по поводу ФНБ. Да, он у нас вырос. Вырос и в рублевой части значительно, на 70%, по-моему. Но это связано ещё с курсовой разницей. Но это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям. Но подушка безопасности у нас должна быть. В то же время, смотрите, у нас есть закон, согласно которому мы можем тратить деньги из ФНБ, если его объём превышает 7% ВВП. Мы сейчас выходим на уровень 7,1% ВВП ФНБ. Значит, ликвидная часть ФНБ – 8,2 триллиона рублей. Что значит ликвидная часть? Это значит, что часть мы уже вкладываем, в том числе и с ФНБ. В этом году только на развитие так называемого восточного полигона, то есть на развитие Транссиба и БАМа направлено 60 миллиардов. Часть средств ФНБ в этом году мы направляем также на текущие расходы бюджета, прежде всего на социальные. Это выплаты гражданам, семьям с детьми, выплаты врачам, выплаты студентам медицинских вузов и колледжей, поддержка пострадавших секторов экономики, поддержка крупных предприятий. В значительной степени общий объём средств, которые мы с ФНБ в этом году должны направить, составит 350 миллиардов рублей. 250 миллиардов освоено. Конец года он такой очень быстрый, интенсивный с точки зрения расходования средств. Думаю, что до конца года ещё где-то 100 миллиардов могут освоить. Так что мы пользуемся этим, но пользоваться должны аккуратно. Я уже сказал, 7,1 триллиона у нас будет в ФНБ на следующий год, мы на эти параметры выходим. Но Минфин всегда смотрит на эти цифры, исходя из перспективы трёх лет, имея в виду возможную курсовую разницу и рост экономики внутри страны и на события, происходящие вовне. Так что, повторю ещё раз, мы используем все способы обеспечения устойчивости бюджета и заимствования главным образом на внутреннем рынке, но частично всё-таки добираем из Фонда национального благосостояния. Так, давайте Санкт-Петербург. Не слышу. Спасибо, что вернулись к нам. Владимир Владимирович, обратите внимание, что с высокой точки наш зал выглядит как шахматная доска. Это прекрасные, изящные интерьеры библиотеки имени Ельцина. Ну и чей же следующий ход? Вот я хотела бы выбрать очень скромную девушку в синем пиджаке, она сидела, внимательно слушала всю пресс-конференцию, больше трёх часов уже. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Арина Аксёнова, Новгородское областное телевидение. Вопрос у меня про сферу образования. Мы очень небольшой регион, и мы крайне заинтересованы в том, чтобы к нам приезжало как можно больше молодёжи учиться. Со своей стороны, Новгородская область очень много для этого делает, мы уже больше миллиарда рублей вложили в наши колледжи и мастерские. И дети к нам приезжают учиться из 24 регионов России. Но у нас теперь новая проблема, не хватает общежитий для всех этих ребят. Возможно ли предусмотреть какую-то федеральную программу по поддержке ремонта и строительства общежитий для колледжей и техникумов? Это общая проблема практически для всех высших и средних специальных учебных заведений. В каждом конкретном случае мы стараемся разобраться отдельно, и бюджет, как правило, помогает. Но в основном это программа самих учебных заведений. Ещё раз поговорим, но всё время к этому возвращаемся. Всё время к этому возвращаемся. Это общая проблема всех заведений учебных. Особенно она стала актуальной и обострилась после введения ЕГЭ, когда выпускники из регионов Российской Федерации, хорошо подготовленные и имеющие право поступать в ведущие вузы страны, активно этими возможностями стали пользоваться. И количество студентов из регионов Российской Федерации, которые из небольших населённых пунктов, которые переезжают в крупные образовательные центры, Новгород, хотя и небольшой регион, но хороший образовательный центр, переезжают и нуждаются в дополнительном жилье. Это решается по многим способам, и снимаемое жильё, и общежитие, и оплата в некоторых случаях делается за наём этого жилья. Некоторые вузы стараются помочь студентам получить дополнительный заработок. Но это проблема известная, будем стараться работать. Здравствуйте, меня зовут Яна Музыка, телеканал Россия Культура. У нас вопрос о продвижении русского языка и культуры. Есть примеры, когда бизнес-проекты получают огромную аудиторию, огромное влияние и внутри страны, и вовне. У всех на слуху, например, мультсериалы «Смешарики» и «Маши и медведи». То есть это такое огромное мировое признание, такой огромный успех, что наши коллеги даже стали обвинять эти мультфильмы в том, что это заказ Кремля. Может быть, мы чего-то не знаем, и это на самом деле ваш заказ. А если серьёзно, то действительно вы в мягкой силе задействуете частную инициативу, и как сделать так, чтобы наши официальные усилия, чтобы наши государственные проекты по продвижению языка и культуры были такими же заметными, громкими и успешными? Спасибо. Вот смотрите, что такое мягкая сила. Это вот один из аспектов, это культура, конечно, образование, культура, вообще гуманитарные связи. В этом смысле они самый универсальный инструмент сотрудничества в мире, и они, конечно, не подвластны никаким ограничениям и санкциям. И те, кто будут пытаться вводить какие-то санкции, это будет контрпродуктивно прежде всего для инициаторов подобных мероприятий. Здесь есть некоторые вещи, которые являются фундаментальными. Это основы культуры народов Российской Федерации, русской культуры, других народов Российской Федерации. Это базовые основы культуры, выражающиеся в уровне культуры в нашей стране, которые поддерживаются на уровне государства традиционно. Ну, я имею в виду классическая музыка, балет, театральное искусство. Такой школы театрального искусства, наверное, в мире-то нет нигде. И количества театров-то с государственной поддержкой в мире точно нет такого количества. Это всё наше общенациональное достояние, совершенно очевидно. Там везде есть проблемы свои, их много, но всё-таки такой мощный пласт поддерживаемый государством. А есть чисто абсолютно частные инициативы, то, например, о чём вы упомянули, это анимация, которая вот так себя ярко проявила. И это всё сделано, конечно, на фундаментальных основах, делано талантливыми нашими людьми. Но здесь поддержка страны государства явно востребована и абсолютно недостаточно. Да, мы гордимся вот этими и радуемся за творческие коллективы, которые создали такие яркие образы, запоминающиеся и пользующиеся такой популярностью в мире. Но в целом анимация нуждается в поддержке со стороны государства и бизнес-структур. Я сейчас не буду вдаваться в детали, в подробности, совсем недавно только это обсуждал с коллегами. Мы много говорили о «Союзмультфильме», и там много нерешённых вопросов. Надо вот этим заниматься более основательно, особенно, что касается анимации. Почему об этом говорю? Потому что на этой анимации воспитывается целое поколение наших детей. Они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, но основанные на сострадании, на любви к родине, к ближнему, к природе. И вот эти стрелялки бесконечные, сумасшедшие и так далее, они, конечно, привлекают внимание малышей, но, мне кажется, иногда даже и какой-то урон могут им нанести. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. А вот всё, что связано с положительным контентом, оно, конечно, заслуживает большей поддержки со стороны государства, чем до сих пор. И вот в этом и есть мягкая сила. Это не может быть никаким заказом со стороны государства. Со стороны государства нужна только поддержка. Поменьше здесь. Вот как раз тот случай, когда поменьше нужно заказывать и командовать, и побольше просто поддержать. Владимир Владимирович, уже 4 часа мы работаем. Я предлагаю сейчас колл-центр, опять обратиться к колл-центру. И дальше мы будем ждать вашего решения, сколько ещё вопросов перед тем, как завершить. Колл-центр, пожалуйста. Да, давайте. В колл-центр поступили вопросы и от детей. Если раньше они снимали на видео стихи и песни, то в этом году не по-детски серьёзные вопросы. Их собрала и обработала волонтёр Джамиад Курбанова. Джамиад, зачитайте, пожалуйста, эти вопросы. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Значит, сразу могу тебе сказать, что Россию любят люди в очень многих странах мира. Если мы говорим и спорим с какими-то большими дядями и тётями, то это, как правило, наши коллеги, это взрослые выясняют отношения между собой. Отношения между людьми, конечно, так или иначе на них отражаются, то, что происходит между взрослыми людьми, но отношения между народами, между людьми, рядовыми гражданами подавляющего количества стран мира, они очень устойчивые, доброжелательные, основанные на взаимном уважении. У нас есть ещё вопросы? Да, Гавриил Лозовой требует восстановить справедливость и спрашивает, почему его брат Пётр, ученик 8 класса, уже третий месяц учится дистанционно, а он, ученик 5 класса, каждый день вынужден ходить в школу. Мальчик просит, цитирую, «Пожалуйста, сделайте так, чтобы я тоже учился на дистанционном образовании, или пускай мой брат идёт в школу, а то ведь несправедливо». Владимир Владимирович, как бы Вы ответили ему на такой вопрос? Я бы сказал так, что, к сожалению, это вынужденная мера, хотя действительно несправедливая. Я с тобой полностью согласен. Здесь, конечно, нужно бы воссоединить Вашу семью, но мы вынуждены все слушаться докторов, врачей, которые говорят о том, что дети совсем младших возрастов, они болеют этой ковидной инфекцией меньше и легче. У них проходит это незаметно, поэтому ничего страшного, если они собираются все вместе в классе. А вот дети старших возрастов, старших классов, они болеют чаще, и поэтому им лучше учиться на дистанционном, в некоторых случаях используя дистанционный способ обучения. Но я очень рассчитываю на то, что это рано или поздно закончится. Но на что я обратил внимание? И в этой связи хочу порадоваться и за тебя, и за твоего брата. А главным образом хочу поблагодарить твоих родителей. Знаешь, за что? За то, что вы так с братом друг к другу относитесь. Это дорогого стоит. И еще один вопрос. Елена Воронцова из Екатеринбурга спрашивает. Владимир Владимирович, какие книги вы читаете своим внукам? «Маршака», например. А какие именно произведения? Ну, вот, 12 месяцев. Вот есть и другие хорошие произведения наших российских авторов. Российских, советских авторов. Сказки у нас очень хорошие. Спасибо. Так, давайте мы здесь продолжим. Еще не давали РИА новостям вопрос, пожалуйста, давайте. Дайте микрофон. Владимир Владимирович, добрый день. РИА новости Оля Самсонова. Хотела задать вопрос в продолжении той темы, которую вы затронули. Это контроль над вооружениями, судьба договора по открытому небу, судьба ДРСМД. Я так понимаю, что даже с учетом новой администрации перспектива реанимировать эти соглашения, она крайне туманна. Но вот по договору СНВ-3, скажите, пожалуйста, вот в случае неудачи с его продлением не получится ли так, что Россия встретится с угрозой новой гонки вооружений, которую экономически просто не сможет потянуть, особенно вот в нынешних условиях. И вторая часть моего вопроса, так логично вытекает из первой, по гиперзвуковому оружию. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, насколько его появление, оно изменило военно-политический баланс в мире? И все ли проекты, о которых вы говорили, в том числе вот в 2018 году в своем послании, они были реализованы? Или нам можно ждать каких-то перспективных разработок новых в этом направлении? Спасибо. Значит, начнем сначала, как говорится, по поводу СНВ-3. Да, если ничего не произойдет, то в феврале этот договор перестанет существовать. Я уже в ходе этой пресс-конференции сказал, публично много раз говорил о том, что мы готовы к продолжению диалога. Я знаю, что вновь избранный президент, господин Байден, говорил о том, что, ну так звучало, во всяком случае, как мне показалось, готовность к продолжению диалога, к сохранению этого фундаментального, основополагающего документа. Мы готовы к этому, пожалуйста, нам нужна какая-то реакция со стороны американских наших партнеров. Если это не произойдет, значит, не случится ли гонка вооружения. Ну так оно случилось уже. Это случилось, и это очевидно. После выхода США из договора по ПРО всё и началось. Ну а как? Значит, одна страна строит зонтик для себя. Значит, это конечный результат будет какой? Конечный результат – это обнуление нашего ядерного потенциала. Значит, мы что должны были сделать? Должны были сделать всё для того, чтобы этого не случилось. Или самим строить эту систему ПРО, либо создавать систему, которым это ПРО не помеха. Мы это сделали. Это произошло с помощью гиперзвукового оружия, в том числе «Авангард». Напомню, 20 с лишним махов глобальной дальности, и не баллистическая. Есть никакие системы ПРО, на неё не влияют. Повлияло ли появление в России гиперзвукового оружия, не только «Авангарда», но, скажем, и «Кинжала». Сейчас вот «Циркон» у нас появляется, очень важное оружие. Недавно провели очередное, очень важное для нас испытание. Фактически работа над ним в основном завершена. Значит, 80 с лишним махов, дальность большая. Значит, причём она может быть размещена на носителях, как на стационарных, так и на кораблях, причём на надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, вот и всё станет ясно. Меняет ли, как-то влияет это на ситуацию? Конечно, меняет, но а как же? И влияет. Вот у наших американских партнёров они разрабатывали такую теорию молниеносного обезоруживающего удара. Ну, есть удара по высокоточным оружиям, по центрам управления, на самом деле, прежде всего. Но высокоточное оружие есть, а гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно, это совершенно очевидно. Но, как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся. И сейчас вы спросили, над чем мы работаем. В том числе вот над этим, над противоядием от будущего гипероружия у других странах, у других ведущих армиях мира. Я уверен, мы это сделаем. Мы на правильном пути активно работаем. Значит, по всем другим системам вооружения, которые были анонсированы в моём послании, в одном из моих посланий, да, по всем работа идёт. Некоторые уже на боевом дежурстве. Кинжал на боевом дежурстве. Пересвет – это лазерное оружие на боевом дежурстве уже. Значит, активно идёт работа по тяжёлой ракете по Сармату на завершающей стадии. По Посейдону идёт работа хорошо. По ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности, значит, тоже идёт всё в рамках плана. Вот я не вижу ни одного, ну, какие-то технические там возникают вопросы, но ни одного проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем всё, уверен. Что касается гонки вооружений, я сказал, что оно уже начато, но, видите, нам удается как это всё сделать. Мы на шестом месте по объёмам финансирования армии АПК, ну, в основном армии, да, 46 миллиардов, это небольшое. В США 770 миллиардов, а нам удается сделать то, чего у других нет. За счёт имеющейся научной, производственной базы и школы, за счёт мозгов наших учёных, изобретателей, за счёт таланта инженеров, рабочих. Мы не будем втягиваться в… Вот один из руководителей оборонного комплекса в Штатах недавно сказал, да, их стало меньше армии, но стало более компактной, но они стали гораздо более эффективными. Так и есть. Это была наша цель. Не всё достигнуто то, что мы хотели. Но мы на правильном пути и будем продолжать эти усилия по обеспечению, безусловному обеспечению безопасности Российской Федерации и её народа. Владимир Владимирович, как Ваше решение? Ещё 2-3? Давайте 2-3. И будем завершать, да? Будем завершать. Давайте Ростов-на-Дону, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое, что вернулись к нам. Мы очень ждали. У нас здесь много ярких плакатов, вот чудесные костюмы у журналистов из Калмыкии. Но коллега на первом ряду показывает мне жест ладонью поперёк горла, мол, позарез надо. Давайте узнаем, в чём срочность. Пожалуйста, вам слово, маску можно приспустить. И не садитесь, пожалуйста, пока. Хорошо? Хорошо. Спасибо большое. Вера Южанская, газета «Наше время», областная газета Ростовской области. Владимир Владимирович, вы знаете, так получилось, что я была практически на всех ваших пресс-конференциях, но ни разу ни одного вопроса не задавала. Поэтому в качестве бонуса вопрос из двух частей, если можно. Они разные. Первая часть касается того, о чём мы уже немного говорили. Это урожай и цены. Ростовская область очень радовалась. У нас рекордный урожай в этом году. Ну а потом люди начали, конечно, подвывать несколько, потому что цены очень удивляют. Логически объяснить это невозможно. Вот мне бы хотелось задать вопрос, почему это случилось? Ну понятно, там волшебное слово сказали правительству, там сейчас все побежали, сейчас всё сделается. Почему? То ли мы слишком много вывозим, то ли мы слишком много завозим обратно. То есть вывозим зерно, вывозим подсолнечник, а завозим всё-таки технологии выращивания скота, многие семена импортные. Мы завозим оборудование для нашей пищевой промышленности. Вот в чём здесь проблема? Ну а вторую часть вопроса, если можно, после ответа на первую. Она касается совсем другого, она духовной пищей касается. Ну хорошо. Значит, да, действительно, нам нужно повышать свою независимость. Это касается некоторых видов технологий, это касается семян, это касается некоторых направлений развития животноводства. Но это никак не связано с ценами. При чём здесь цены-то? Я уже объяснил, с чем связаны цены. Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке, ну скажем, по маслу и по сахару. Значит, сахар у нас чуть-чуть поменьше собрали, но достаточно для внутреннего потребления. Но на мировых рынках цены на сахар выросли. Сразу-сразу повезли на экспорт, вот и всё, ничего здесь такого необычного нет. А внутренние цены начали подтаскивать к тому, что есть в ценовых параметрах на мировом рынке. Так, кстати говоря, и в нефтянке происходило. Но вот считают, что производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах. Это ерунда, конечно. Они должны понять, что они ничего не теряют, они же здесь производят. Считают свою упущенную выгоду при том, что они чего-то недоэкспортируют. Но при этом не считают, а сколько же государство вложило в развитие сельского хозяйства, и сколько продолжает вкладывать в развитие сельского хозяйства, и что они получили от бюджета для того, чтобы выйти на эти показатели. У нас выработана определенная система поддержки и субсидирования экспорта. И вот несмотря на то, что ситуация на мировых рынках изменилась, и экспорт их так стал очень выгодным, государство продолжало субсидировать вывоз. Это просто ошибка. Не своевременная реакция со стороны соответствующих правительственных структур. Вот об этом мы и так с коллегами и говорили достаточно жестко. Но надеюсь, что, я повторяю, это будет поправлено в самое ближайшее время. То же самое касается хлеба, зерна и всего, что из этого производится, макаронных изделий. Ну, рекордный урожай, 131 миллиона, может, больше, а цены на хлеб растут. Ну, что, чушь какая-то, ерунда. Тоже связано с экспортом и с стимулированием вывоза. Но, повторяю, это все вещи нефундаментального характера, отражаются на людях. Вот что плохо, вот что вызывает раздражение. Это понятно. Но это поправимо. Главное, чтобы здесь ущерба отрасли тоже административными действиями не нанесли, а работали рыночными механизмами, в том числе своевременно применяли определенные меры таможенного регулирования при вывезе продовольствия. А то, что мы должны стимулировать, это, да, это правильно. Ну, а потом по тем направлениям, которые нуждаются в этой поддержке. Вторая часть вашего вопроса, Вера, какая? Ну, это от имени нескольких коллег в зале. Вопрос о маленьком городе Батайске, в котором есть маленькая газета «Вперед». Газета вошла в десятку лучших газет России. Газета настоящая, критичная, горожан защищает. Редактор назывался «Редактором года». Мы учились все у Лены Пивоваровой, все знают ее в сообществе. И на других площадках этого человека знают. И вот в начале ноября хозяин газеты, комитет по управлению имуществом, увольняет редактора без объяснения причин. Ну, народ возмутился, что ж такое, за хорошую работу-то вроде не должны увольнять газета, это хорошая. И тогда авторы этого решения стали изобретать причину увольнения. Они без редактора уже отправляют туда проверку. Потом туда приходят силовики, изымают документы, вытаскивают там жесткие диски. И при этом нет ни бухгалтера, ни главного редактора. И попутно, значит, одновременно, параллельно с этим, включаются специальные средства СМИ. У нас есть просто СМИ, а есть спецсредства, спецсредства массовой информации, которые поливают грязью тут редактора. И она моментальность человека, который 23 года проработал, получал только награды, превращается в мерзавца, там, жулика, бандит, все остальное. В чем вопрос? А в чем вопрос? Владимир Владимирович, вот как вы прогнозируете окончание этой истории? Вот сейчас, увидев, вот так как редактора закатывают в асфальт, все остальные редакторы маленьких муниципальных газет спрячутся и скажут, «Ребят, сидим молча, ничего никому не говорим, не занимаемся никакой журналистикой, иначе оторвут голову, как Пивоваровой, если так поступают с лучшими из нас». Или все-таки будет какой-то другой вариант решения проблемы? Потому что, почему это о душе и о духовности? Потому что без нормальной работы СМИ мы никакое гражданское общество не построим. Спасибо. Да, я с вами согласен в том, что без нормальной работы СМИ гражданское общество не построено. И это очевидно, потому что эффективно живая пресса – это и есть часть гражданского общества. Я не знаком с тем конфликтами, о котором вы сейчас рассказали, не знаком с работой главного редактора Пивоварова и главного редактора газеты «Вперед», но я верю вашим словам, верю на слово, что называется. Вы сказали, что ее уволил Комитет по управлению имуществом, да? Мы с вами понимаем, что структура, которая управляет имуществом, они как бы от имени государства владеют собственностью, но совершенно очевидно, что это та структура, которая не должна заниматься, что называется, контентом, содержанием. Они только должны следить за тем, чтобы ничего не украли и чтобы все было на месте, чтобы государство из-под носа ничего не утащили. Я надеюсь, что скрепки, стулья и другая редакционная мебель на месте. Поэтому ясно, что это не Комитет по имуществу там сработал, а кто-то, кто руководит Комитетом по имуществу этого Батайска. Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу. Владимир Владимирович, если можно, подключите не только чиновников. Пусть ОНФ подключится. Можно? Можно. Это хорошее предложение. Я попрошу это сделать. Спасибо. Договорились. Спасибо, Ростов-на-Дону. Давайте мы ЦНТ дадим. Пожалуйста, давайте. Ни одного вопроса в то крыло не давали. Добрый день. Евгения Авраменко, Федеральное агентство новостей. Владимир Владимирович, в этом году в связи с пандемией многое было сделано для поддержки российского бизнеса, но малый бизнес все равно чувствует себя не очень хорошо. В следующем году может ли малый бизнес, например, индивидуальные предприниматели рассчитывать на федеральную поддержку? И также от нашего издания мы благодарим лично вас и, пожалуй, Россию в целом за то, что не оставила в беде нашего соотечественника, социолога Максима Шугалея. Он и его переводчик примерно полтора года даже больше провели в плену в ливийской тюрьме. Мы следили за этой историей, она была очень тяжелая, и мы рады, что в этом году, к Новому году они вернулись домой. Спасибо. Это возвращает меня к вопросу из Грозного по поводу нашего сотрудничества с арабским миром. Это мы сделали в том числе и, прежде всего, благодаря сотрудничеству с некоторыми арабскими нашими друзьями, с нашими друзьями в арабских странах, которые оказали нам содействие и в этом случае. Теперь по поводу поддержки малого и среднего бизнеса. Я уже перечислил, нет необходимости, наверное, возвращаться к этому, перечислил те меры поддержки, которые мы сформулировали и применили в пострадавших отраслях экономики. Это, прежде всего, малый и средний бизнес. В районе триллиона рублей направили по разным каналам в пострадавшие отрасли. Это касается и тех независимых предпринимателей, которые пострадали здесь серьезно, и их тоже. В том числе это касается возврата ранее уплаченных налогов и денег, которые выделены на уплату налогов в текущем году. Это все хорошо известно, люди этим воспользовались. Мы мониторим ситуацию так, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. И, конечно, если необходимость такая будет, она, конечно, наверное, возникнет. Будем думать о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых. Про арабский мир были сказаны очень теплые слова президентам. Ни разу не задавал журналист из Исландии вопрос у нас на пресс-конференции за все это время. Представьтесь, пожалуйста. Да, Хойкур Рюкшан в переводе Соколь Соколович. Спасибо за возможность. Спасибо, Дима Сергеевна, за то, что предложили что-то. И за ту возможность передать главе государства вопросы в прямом эфире. Это бывает два раза в Российской Федерации. То есть сейчас от коронии нет прямой эфир. И сейчас журналисты, журналисты всего мира спрашивают любой вопрос. Так что это очень хорошо. И это уникальное событие во всем мире, когда журналисты, граждане спрашивают. Поэтому я хотел бы выдать такую идею, что это было бы круглый стол на международном уровне, когда другие президенты, лидеры государства тоже бы присутствовали. То есть тоже из Скандинавии, там президенты, там короли до сих пор. Вот товарищ Розенберг, правда, ушел. И если бы королева... Ну, то есть когда человек, любой человек и пресса может задавать вопрос, это прямая демократия, это заземление лидера. И это на самом деле очень круто и хорошо. То есть и вам учат демократии в других странах, другие товарищи, как вы относитесь к такой идее, чтобы было круглый стол по всему миру. И участвовали не только вы, это технически очень легко делать. Вторая часть, наверное, более уже веселая и так далее. С наступающим вас, Владимир Владимирович. То есть вы когда-то дали намек на то, что вы откроете секрет семейного счастья. То есть это было сказано здесь на пресс-конференции. И если вы настроены, то с удовольствием. И последнее, значит, сказал здесь мальчик, я не помню, Ростовщин, что ли, что на Западе не любят Россию, ничего подобного. Есть... Мы любим Россию искренне. И это пресса, власть. Ну вот BBC, там, CNN, другие, они вас обвиняют в очень нехороших вещах. И исландская пресса в том числе, и наш канал и так далее. Но идет очень большая война против вас лично. Это видно, вас боятся кто-то. Но то, что Запад или ненависть, или плохие отношения к России, ничего подобного. Поэтому спасибо за конференцию, спасибо техникам, спасибо переводчикам, водителям, инженерам. Так держать, Владимир Владимирович, и будьте здоровы на все времена. Спасибо вам большое за добрые слова. Редко это услышишь. Но вам достанется, наверное, потом от ваших коллег, когда вы вернетесь. Но думаю, что это относится к профессии тоже. Потерпеть иногда. Значит, по поводу идеи круглого стола. Идея хорошая, но нам нужно, знаете, для начала реализовать другое наше предложение, а именно собраться лидером стран, постоянных членов Совета безопасности ООН для обсуждения проблем, которые волнуют все человечество. Связано это, кстати говоря, и с пандемией, на чём предложил сосредоточить наше внимание президент Франции, господин Макрон. Связано с вопросами разоруженческой повестки дня, с теми проблемами, которые всех нас интересуют. Это экология, без всякого сомнения, важнейшая проблема для человечества. Вот борьба с терроризмом, с национальной нетерпимостью, с религиозной нетерпимостью. Вот это у нас целый, может быть, набор вопросов для обсуждения, чрезвычайно важных для всех. Но сама по себе идея проведения круглого стола, в том числе онлайн, такое, конечно, возможно, важно только, чтобы ваше предложение было поддержано и другими моими коллегами. Кстати говоря, с Исландией у нас очень добрые отношения, и не только на уровне таких вот, на народной дипломатии, но и на межгосударственном уровне. Мы дорожим этим и относимся к Исландии с уважением. Есть что взять в Исландии, чем поучиться, я имею в виду и энергетику, в том числе гидроэнергетику. Мы все никак не можем подобраться к тому, чтобы перенять ваш опыт, хотя в некоторых регионах Российской Федерации, в частности на Камчатке, мы это изучаем, используем и надеемся, что это приведет к конкретным практическим результатам. Что касается секрета семейного счастья, это любовь, но это не секрет. Это все знают, и это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и, если уж вы заторваны в международные отношения, и в отношениях между народами. Валерий Иванович, и предлагается заключительный вопрос из Нового Агарева. Да, пожалуйста. Покажите Нового Агарева, пожалуйста. Здесь мы, по-моему, уже всем давали левая сторона, вот другая сторона еще была. Вот известие я вижу, да, известие, пожалуйста. Имеется известие, Виктор Синевоков. Владимир Иванович, очень много сейчас вопросов прозвучало про разные проблемы, но вот мой будет немножко другого характера. Вот мы за последний год поняли, действительно ощутили на себе, что значит, когда год действительно был очень тяжелым для нас всех, в том числе и эмоционально очень тяжелым. Вы несколько лет назад на пресс-конференции, большой пресс-конференции, сказали, что на своей работе вы собираете эмоции. И вот такой вопрос. Каких эмоций у вас было больше за последние годы, в том числе, включая вот этот уходящий тяжелый 20-й год, и каких бы эмоций вы могли пожелать нам в будущем году? И, может быть, вы уже знаете, какой вы поднимете новогодний тост в новогоднюю ночь? Садитесь, пожалуйста. Что касается чего было больше, хорошего, плохого. Вы знаете, ведь каждый год много сложностей, которые нам приходится преодолевать. И каждый год приносят нам большие радости, и семейные, и государственные, общенациональные достижения. Несмотря ни на что и достижения, у нас есть очень большие, которыми мы можем, должны гордиться и гордимся. Да, год был сложным, тяжелым, но на что хотел бы обратить внимание. Знаете, вот сейчас, пока вы спрашивали, о чем я подумал. А что, у нас не было сложностей, что ли, в нашей новейшей истории? Вот сейчас только в ходе нашей сегодняшней встречи я вспоминал о том, как тяжело мы проходили 90-е годы, начало 2000-х годов. Тогда, казалось, вообще нету света в конце тоннеля. Вообще ничего. Ни армии нет, ни экономики нет, социальная сфера развалилась. Безработица зашкаливала вообще до непомерных высот. Каждый третий жил за чертой бедности. И посмотрите, сегодня, да, много проблем. Да, люди еще очень тяжело живут, и очень много таких людей. Но все-таки фундаментальная основа российской государственности, базовая основа российской экономики, возможности государства, несопоставимой с тем, что было в 90-х, в начале 2000-х годов. Это дает нам в руки инструменты, которых раньше никогда не было. Это дает нам возможность сосредоточить усилия на самых важных, самых злободневных вопросах для их решения. И не забывать о стратегических целях развития Российской Федерации. Что касается тостов, то в этой связи, у меня, так же, как у любого, наверное, нашего человека, у любого гражданина, на Новый год всегда тостов много. Важно только, чтобы количество принимаемого шампанского или других напитков, оно было умеренным. А количество тостов – это не важно. Конечно, мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, за своих друзей, за коллег. Но у меня, у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один за Россию. Ну и чтобы уже завершить все-таки не таким пафосом, а все-таки чем-то совсем теплым, вот что хотел бы сказать. В ходе нашей сегодняшней встречи несколько коллег спрашивало о том, что мы планируем и планируем ли что-то для того, чтобы поддержать семьи с детьми. Вот что хотел бы сказать. Волонтеры мне недавно говорили о том, что у них есть всякие идеи и всякие инициативы по поддержке детей к Новому году. В этом году, к сожалению, в силу этих эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими ёлками, отменены массовые мероприятия в театрах, в детских студиях и так далее, и так далее. А праздник, конечно, он такой все-таки необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. И в то же время сегодня и с трудностями. Поэтому я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента. И мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок, большой, скромный. Тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей. Как каждому ребёнку. В семье, где есть дети от нуля до семи лет включительно. Я хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю совместную работу. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Надеюсь, что мы друг друга не утомили. И выражаю надежду на то, что и людям, которые в течение четырёх часов с лишним, четыре с половиной часа уже нас слушали, было и полезно, и интересно. Со своей стороны, хочу сказать, что мне было очень полезно. И мы сделаем всё для того, чтобы максимально, именно максимально отреагировать на все ваши вопросы, на все ваши озабоченности и на проблемы, которые стоят перед страной, перед каждой российской семьёй. Всего вам самого доброго. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Всего доброго. До свидания. До свидания. Во-первых, у меня всё-таки не полная самоизоляция. Как вы видите, мы всё-таки с вами встречаемся время от времени. У меня напрямую общение происходит с коллегами. А потом есть ещё один способ. Мы не на такой дистанции, как с вами, но время от времени, ну даже не время от времени, а на постоянной основе. Я работаю с коллегами из правительства, из администрации. Просто мы соединимся друг от друга подальше на расстоянии там трёх, четырёх, пяти метров. Но это расстояние не мешает обсуждению текущих и перспективных проблем, над которыми мы работаем. Владимир Владимирович, вы только что нулевые годы вспоминали, а ведь вот ровно в эти дни, в эти дни исполняется ровно 20 лет, как был утверждён новый российский гимн. Раньше, знаете, да, как раньше говорили, когда человек чихает? И как говорят сейчас, да? Но у нас всё хорошо. Да, ну хорошо. Был утверждён новый российский гимн, и тогда ведь были такие споры до хрипоты прям. Многие были против этого гимна, а сейчас, спустя 20 лет, из-за этого времени, на ваш взгляд, он стал реальным таким объединяющим символом страны. Ну, конечно, он и был таким, таким и остался. И я всегда говорил, и хочу повторить, мы с грязной водой никогда не должны выплёскивать ребёнка. Мы должны чувствовать, что мы не Иваны, как у нас говорят, без этого самого, без имени и племени, да? У нас всё-таки мы должны брать с собой самые лучшие и объединяющие нас всех. Вот эта музыка Александра Ивановна, она замечательная, шикарная музыка, которую знала вся страна. И почему мы должны от этого отказываться? Да, ситуация изменилась, да, текст мы поменяли. Мне кажется, ничего страшного. Всё абсолютно произошло естественным образом. И это один из объединяющих страну символов. Владимир Владимирович, я как человек, который работает на Russia Today, не могу вас не спросить. Вот деятельности нашего канала и зачастую проектов, афилированных с ним на различных западных интернет-площадках, постоянно вытыкаются на какие-то препятствия. Ну, кто-то может вообще это допустимо даже цензурой называть. То ограничат доступ к тому же там артедокюменту или ещё что-то. Скажите, пожалуйста, какие-то шаги на государственном уровне будут предприниматься по тому, чтобы защитить не только нас, а в принципе российские СМИ, которые вынуждены сейчас пользоваться вот этими западными площадками, как YouTube, Facebook и так далее? Ну, нужно самим развивать эти площадки, самим развивать эти платформы. Вот самое правильное средство независимости в данной сфере, в информационной сфере. Информационная независимость невозможна, если мы зависим от чужих платформ. Ну, где же это возможно? Они кнопку нажали там и всё закрыли, и дело с концом. Ну, это же происходит, мы это видим своими глазами. Возможно ли как-то реагировать на это на государственном уровне? Да, реагировать возможно, и МИД это делает. Но насколько это является эффективным? Неэффективным. Поэтому мы, конечно, обязаны и будем обращать на это внимание наших партнёров, которые особенно заботятся о правах человека и о свободе распространения информации. Но, повторяю ещё раз, самый главный способ обеспечить свою независимость в информационном пространстве – самим развивать технологические и технические возможности. Мы так и будем делать. Прощание, что требило. Вы сегодня говорили, отвечая на вопрос с новыми, что кражи биллинга, данных биллинга сотрудников российских спецслужб, американцами – это обычное дело, что это рутина. Ну, АНБ этим занимается, мы же знаем. Это их работа, они не скрывают. А что здесь такого? Просто в данном случае украдены ещё и личные данные, и опубликованы имена и фотографии. И, соответственно, помните, Семену постучалось к квартиру. Послушайте, значит, это происходит всегда, везде и будет происходить. Ну, мы же знаем, они же не скрывают даже этого. Некоторые говорят об этом, бывшие сотрудники АНБ говорят об этом не только применительно к нам, они говорят применительно и к другим странам, они говорят применительно к своим гражданам, то же самое всё происходит. Ну, так спецслужба там работает. Ну, ничего, я здесь, честно говоря, ничего не вижу. Это такая компиляция, такая помойка, где сбрасывают, 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 в надежде на то, что это произведёт какое-то впечатление на граждан, посеять недоверие к политическому руководству. Это одна из форм информационного противоборства. Владимир Владимирович, вы говорили сегодня про 75-ю годовщину Победы, про историческую память. Не знаю, слышали о том, что министр обороны Германии не так давно, там наград Крамп Каренбауэр, заявил о том, что с Россией нужно говорить исключительно с Россией. Видимо, потому, что другого языка мы не понимаем. А как вы считаете, это вообще адекватное заявление со стороны Министр обороны? Ну, конечно, нет. Но Дама стала министром обороны, ей хочется показать, видимо, крутизну. Повторяет, в данном случае она повторила просто в известной степени избитый штамп, который повторяется во многих странах НАТО. Ну, это контрпродуктивно и для наших межгосударственных отношений. С точки зрения оборонной политики не имеет никакого смысла. Вот потому что, ну, потому что, потому что потому, что надо посмотреть, что такое российская армия сегодня. Вот поэтому это, я, честно говоря, не придавал бы этому особого значения. И не надо здесь ничего раздувать. Не уверен, что она сама рада этому заявлению. Так же, как ответственные политики, многие ответственные политики в самой Федеративной Республике. Это просто такой традиционный штамп. Марьян, Илья Ижев, а в какого события в 2021 году ждёшь больше всего? В 2021 году? Ну, следующий. Давайте Нового года дождёмся, встретим Новый год, тосты поднимем, в том числе за Россию. Сколько пандемия продлится? Этого никто не знает. Это же, это будет зависеть от формирования популяционного иммунитета. И от эффективности применения вакцин. Вот я уже говорил, наши некоторые западные партнёры проявили готовность к совместной работе. Это очень хорошо. Это говорит о том, что вот профессионалы, профессионалы, так, они находят в себе силы выйти за рамки каких-то политических ограничений. И не знаю, что там дальше будет происходить на политическом уровне, но на профессиональном очень бы хотелось, чтобы эта работа шла. У нас ведь тоже есть один из вариантов, это создать такую, как специалисты говорят, лайт-вакцину, гамалеевскую. Значит, делать одну только прививку, она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но всё равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов. Это тоже вариант. И мы можем сделать это самостоятельно, можем делать это совместно с партнёрами. Ну, здесь много вариантов. Когда это всё закончится, но никто же на этот счёт никаких прямых ответов не даёт. Некоторые производители вакцин, слава богу, прямо сказали, что у них пока не очень получается, есть сбои. Но ничего, ничего не страшного, я тоже не вижу, я не считаю, что нужно тут же начать показывать на них пальцем, говорить, а вот у них не получилось, злорадствовать по этому поводу. Нет, мы так не работаем. Почему у Китая получилось так быстро всё-таки в продолжении темы? Ну, что значит, получилось так быстро? Победись фактически в пандемии, мы видим красивый... Там жёсткие меры ограничительного характера и способность властей эти меры реализовать. А не боитесь, что сейчас люди просто уже в бешене, перед Новым годом закрывают кафе, рестораны, что они просто не выдержат? Ну, не думаю, что закрытие кафе и ресторанов для их посетителей является критическим. Вот с точки зрения самого бизнеса, вот здесь надо подумать, чтобы посмотреть на потери, которые в этой связи возникают, потому что наверняка в бизнес-планах была заложена работа и прибыль в предпраздничные праздники, а она не случилась, вот над этим надо подумать. А так, в принципе, многие люди в основном-то отмечают в семьях. Хотя, разумеется, усталость нарастает, но люди понимают и видят же, что происходит. Можно быть ковид-диссидентом, всё что угодно, до тех пор, пока сам не заболел. Но локдаун мы не планируем. Очень хочу вас спросить, как человек, который вакцину получил, вот я участвовал в третьей стадии после регистрационных испытаний вакцины Гамалея, укололся, но столкнулся с тем, что очень многие мои знакомые, даже родственники, в общем, не поняли, зачем я это сделал. Очень многие люди, ну, не собираются... Объяснить, объясните, надо объяснить. Да, я объясняю, я вот на своём примере показываю. Ну, вот у нас будет ли предусмотрено какой-то, ну, какие-то... Какой-то способ убеждения людей вакцину делать, потому что, если продолжается это делать добровольно, может, ещё многие откажутся, и этот период восстановления затянет. Это может быть только добровольно. А что касается объяснения, убеждения, это с вашей помощью, с помощью ваших коллег, представителей средств массовой информации, блогеров и специалистов, которые должны ясным, понятным языком донести до людей нужную информацию, и таким образом, чтобы это вызвало у них доверие. А что вы там всегда записываете? Будут ли у вас ещё звонки? Нет, я записывал то, что вот, то, что спрашивали коллеги, имена тех, кто задаёт вопрос, тема там, вот, видите, Яна, культура, значит, Ольга, СНВ-3, так, чтобы ФНБ, ну, так, чтобы здесь не забыть часть вопроса, который задаёт. Ну, вы, кажется, губернаторов пометили по итогу? Ну, знаете, мы же ведём и записи, всё, и здесь... Тот случай, когда ничего не пропадает. Мы ничего не потеряем. Кружки, если не секрет, что вы? Чай. Это даже не чай, это завар сибирских трав. Состав не изменился с годами? Да нет, это сбор, сбор из Сибири, сибирских трав. Ну, ничего такого. Что? По Меркель будете скучать? По Меркель? Ну, она, слава Богу, никуда не уходит, она работает пока. Поэтому, мне кажется, не очень корректно сейчас мне говорить, что она ушла и что-то будет потом. Там парламентская форма правления. Я отдаю себе отчёт в том, что происходит во внутриполитической жизни. Отдаю себе отчёт в том, что может произойти в ближайшее время. У нас с госпожой федеральным канцлером достаточно добрые личные отношения. И всё-таки межгосударство находится на весьма высоком уровне. В Федеративной Республике Германия один из крупнейших наших торгово-экономических партнёров. В страновом измерении, наверное, после Китая, наверное, занимает второе место. Надо посмотреть последние данные. Там всё понизилось в связи с этой пандемией. Но без всяких сомнений немецкие предприниматели являются одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику. В отличие от других инвесторов, они вкладываются как раз в реальный сектор. Мы это высоко ценим. Ещё раз хочу подчеркнуть, у нас там реально много друзей, которые нам доверяют. Мы дорожим этим доверием. А с Байденом как вы думаете, как будут выстраиваться ваши отношения? Не знаю. Это в значительной степени зависит от новой администрации. Повторяю ещё раз, он человек очень опытный, всю жизнь в политике. Вопрос, знаете, известная формула есть. Королев делает свита, поэтому как будет выстраиваться команда. Хотя мы уже видим претендентов на ключевые должности. Все они нам известны. Так или иначе мы с ними работали. Здесь каких-то неожиданностей мы не ждём. Но все же слышали заявление избранного президента по поводу того, что целесообразно было бы продлить договор о СНВ-3. Но посмотрим, во что это выльется на практике. В феврале СНВ заканчивает своё существование. Павел Иванович, можно ли гарантировать? Вы можете гарантировать, что подобные… Давайте не будем так формулировать. Подобные ограничения, какие были весной, с очень долгим периодом выходных, с ограничением торговых центров, с закрытием предприятий и так далее, что таких ограничений жёстких больше не будет? Ну, не планируется, я вам сразу могу сказать. Нет, и необходимости такой нет. Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, что называется. То есть, такого резкого увеличения мы не наблюдаем. Исходим из того, что при том количестве специализированных коек, которые у нас есть, при наращивании производства лекарственных препаратов, надеюсь, что всё-таки вот эти негативы, о которых было сказано, будут устраняться. Мы за этим будем следить повнимательнее, да, чтобы люди получали нужные лекарственные препараты, чтобы их вовремя госпитализировали, когда эта необходимость в этом возникает. Ну, а что вот вы говорите, одни верят и вакцинироваться не хотят, и вообще ни во что не верят, а другие обижаются на то, что их вовремя в больницу не положили. Третьи обижаются на то, что лекарства не дали. Но всё это нужно внимательно, спокойно, ритмично, в рабочем режиме, но внимательно рассматривать и реагировать своевременно. Вот, и если мы будем так делать, если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно. Вы просто сказали, что его обвиняют в том числе и в том, что он работал помощником Рогозина в правительстве. Разве я так сказал? Нет, я не так не говорил. Он работает в Роскосмосе последние полгода. Послушайте, я не сказал, что его обвиняют за то, что он работал помощником. Я сказал, что там эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, они связаны не с работой его в качестве журналиста в «Коммерсанте», а связаны с достаточно длительным промежутком его жизни, в том числе и в то время, когда он работал помощником Рогозина. Это всё. Но он собирал и передавал информацию. Так говорят мне следователи. А будучи журналистом «Коммерсантом»? Нет, не только. И будучи работой в других качествах, в других местах. Поэтому надо, чтобы спокойно следствие с этим разобралось, дело, чтобы передали в суд. Суд посмотрел. Там же нет желающих его преследовать. Вы что, думаете, там у него какие-то враги собрались в ФСБ или в Следственном комитете? Да нет их там никаких личных врагов. Что, он кому-то там наступил на пятки, кого-то там прищучил, в чём-то там обвинил? Ну нет же, такого не было. Вопрос в другом. То, что он сделал, подпадает под ту квалификацию, которая сформулирована, под то преступление, которое инкриминируется ему или нет? Вот следователи говорят, что... В передаче секретной информации представителям спецслужб западных стран. Вот. Это прямое обвинение. Это всё, ничего. Это было даже и в том годах. Ну, я сейчас не буду деталей... Зачем? Я их самых, честно говоря, особенно не знаю, что я всё буду наговаривать. Не буду уточнять. Ну, зачем? Понимаете? Вот это такая тонкая вещь. Пускай следователи спокойно разберут. У него нет врагов. Вы это поймите. У него нет врагов. Но то, что человек, работая в сфере информации, собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представительность спецслужбы, сознательно делая это, это очевидный факт, наверное. Правда? Ну, вот, будем из этого исходить. Если он просто, как журналист, свободный журналист, там, исполнял свои обязанности, там, заключил с кем-то договор, там, допустим, даже с западным средством массовой информации, нравится это здесь властям или не нравится, другой вопрос. Но если он собирал информацию закрытого, секретного характера, и понимая, что он передаёт представителям спецслужбы, делал это, но это другая, видимо, история. Правда? Вот в этом всё дело. Вот и всё. Ничего там, там нет никакого заговора. Ну, кому он нужен? Нарогозин давит через него. Господи, да чушь собачья. Нарогозин, что на него давить? Значит, он чиновник, он сегодня работает, работает хорошо, пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо, поменяем его. Ничего такого особенного нет. Кстати говоря, так он набирает, набирает, как руководитель Роскосмоса. Здесь нет никакой теории заговора. Чушь собачья. Просто выбросите это из головы. Может быть, он, я понимаю, что всё-таки из вашего цеха там, и как-то, многие его знали лично или знают лично. Ну, что с этим поделать? Если он сознательно собирал, сознательно передавал, зная, кому он передаёт и что передаёт, извините, тогда пусть ответит. Но следователи, спецслужбы должны это доказать. Это правда. Докажут, значит, суд рассмотрит. Не докажут, тогда нужно будет перед ним извиниться. 5 тысяч рублей, которые выплатят до Нового года? И каков порядок будет? До Нового года обычным порядком, как это было при выплате 10 тысяч рублей детям до 16 лет. Спасибо, Казахстан. Спасибо вам, большое вам. Спасибо вам, ребята. С наступающим. С наступающим. С наступающим. Кстати, а где вы будете в Новый год? Спасибо вам большое. До свидания. Здоровья. Спасибо. Спасибо.